Мстислав Владимирович Мстислав Владимирович При Мстиславе на Руси было спокойно. Четверо младших братьев не оспаривали власть старшего. Каждый управлял своей областью, слушаясь Киева. Во всех конфликтах, крупных, впрочем, не было, Мономашичи выступали единым фронтом и даже несколько расширили свои владения, окончательно присоединив земли разделившегося Полоцкого княжества. Они успешно повоевались при Балтийской чудью и вновь осмелевшими Половцами. Возможно, Мстислав добился бы и большего. Но из-за отцовского долголетия он вступил на престол уже пожилым, 50-летним и правил недолго, всего 7 лет. После его смерти, последовавшей в 1132 году, власть перешла к следующему брату Ярополку. Но тот уже не смог удержать в повиновении младших Рюриковичей. Склока о перераспределении земель была начата самими Мономашичами. И этим немедленно воспользовались династические конкуренты, не осмеливавшиеся заявлять о своих претензиях, пока потомство Владимира Всеволодовича сохраняло единство. Главными соперниками правящего рода стали Ольговичи, ведущие свою линию от недоброй памяти Олега Гориславича. По решению Любичского съезда 1097 года, они получили в отчину богатое и обширное Черниговское княжество. Но взамен были отстранены от престола наследия. Ольговичи не могли забыть, что происходит от Святослава Ярославича и генеалогически старше Мономашичей. Борьба двух этих княжеских домов, равно как и раздора внутри них, постепенно подорвали мощь Киева и окончательно раскололи древнерусское государство. По примеру Гориславича, черниговцы призвали на помощь половцев, которые охотно откликнулись. Очень скоро на Руси установился тот же хаос, который существовал дома Номаха. Князья вступали в непрочные союзы, нарушали крестные целования, вечно перемещались из удела в удел. Простые люди терпели лишения, разорялись, гибли от сабель половцев и черных клобуков, да и русских мечей, попадали в рабство. Ярополк Владимирович был доблестным воином, но не обладал отцовской осторожностью. В 1135 году он вышел на бой с Черниговско-Половецкой ратью, не дождавшись союзников, и потерпел тяжкое поражение. Пришлось заключить невыгодный мир с Ольговичами, которые получили новые территории. Еще хуже было то, что власть Киева опять утратила авторитет в глазах остальных Рюриковичей. Они больше не считали великого князя верховным правителем, а Ольговичи стали теперь уже всерьез помышлять о том, чтобы прогнать Мономашичей из столицы. Это они и сделали с удивительной легкостью, когда Ярополк умер. В 1139 году, всего через 14 лет после смерти Владимира Мономаха, восстановленная им держава рухнула. После кризиса 1068 года, когда Половецкое нашествие нанесло первый удар по единству Руси, Киевский Великокняжеский стол продержался еще сто лет. За это время владетели матери русских городов сменились 28 раз. Центральная власть в средние века пришла в упадок во многих европейских странах, и короли превратились в слабых или даже сугубо номинальных монархов, но, пожалуй, нигде больше престол не сотрясался столь часто. Последние десятилетия Киевской Руси великие князья возносились и свергались с такой быстротой, что это напоминает какую-то чехарду. Когда умер Ярополк Владимирович, его место занял Вячеслав, следующий сын Мономаха. Однако на столицу двинулся Всеволод Черниговский, к которому присоединились другие Ольговичи. Они подошли к Киеву, стали жечь и грабить предместия, а великому князю отправили послание «Уходи по-хорошему». И Вячеслав, сын великого Мономаха, немного поворчав, убрался. Обошлось даже без настоящей войны. В Киеве обосновался Всеволод, но горожане его не любили. Киевляне вообще плохо относились к Ольговичам, считая их чужими князьями. Мономашичи, естественно, не смирились с поражением и постоянно пытались свергнуть узурпатора. Нельзя сказать, чтобы Всеволода дружно поддерживал и собственный клан. Едва лишь этот великий князь умер, как власть Ольговичей пала. И отныне Киев лихрадил уже без передышки. Власть то и дело переходила из рук в руки. Пожалуй, бессмысленно описывать все перипетии борьбы за столицу и перечислять всех кратковременных ее хозяев. Ни один из них не мог считаться главой всего государства. Характерной чертой этой эпохи был рост политической активности киевлян. Орел Великокняжеского престола настолько померк, что столичные жители получили возможность диктовать Рюриковичам свои условия, свергая неугодных правителей и приглашая тех, кто казался им предпочтительней. Ярким примером жалкого состояния центральной власти является судьба несчастного Игоря Ольговича. Он был братом великого князя Всеволода II в 1139-1142 годы. Унаследовал после него престол, однако не усидел на нем и двух недель. Киевляне не хотели оставаться под Ольговичами и послали тайных гонцов в противоположный лагерь, к переиславскому князю Изиславу из Мономашичи. Тот двинулся с войском на столицу и одержал победу над Игорем, поскольку киевская дружина во время битвы переметнулась к врагу. Игорь бежал, пытался скрыться, но был захвачен. Пленника, как в свое время Всеслава-Чародея, посадили в поруб, то есть фактически замуровали заживо в бревенчатой темнице без дверей. От этого князь тяжело занедужил и через некоторое время взмолился, чтобы ему позволили перед смертью постричься в монахе. Изислав сжалился, пору прозабрали. Больной принял схему и был помещен в один из столичных монастырей. Там он выздоровел, но жил тихо и смирно, не представляя для победителя никакой опасности. Чернец не мог вернуться на престол. Однако в следующем 1147 году в городе началась очередная смута. Исполненные ненависти к Ольговичам, киевляне вспомнили, что один из представителей этого рода находится неподалеку и захотели его прикончить. Толпа двинулась к монастырю. Примечательно, что горожане не послушались ни митрополита, ни брата великого князя, который был столичным наместником. Этот Владимир Мстиславович доблестно пытался спасти несчастного инока, в какой-то момент даже закрыл его собственным плащом и вырвал из рук черни. При этом Владимиру тоже изрядно досталось. Горожане поколотили и его, невзирая на статус. Наместник спрятал Игоря во дворце своей матери. Но киевляне выломали ворота и все-таки забили беднягу до смерти, да потом еще долго глумились над трупом. При этом никто из бунтовщиков, поднявших руку на Рюриковича, бывшего великого князя, не понес кары за это преступление. Власти не могли себе позволить раздора с населением столицы. Ни Мономашичи, ни Ольговичи не были в достаточной степени сильны, чтобы надолго удерживать первенство. Ресурсы всякого претендента исчерпывались возможностями его удела и временной, всегда ненадежной поддержкой союзников. Каждая партия не стеснялась натравливать на врагов инородцев, половцев, черных клобуков, поляков или венгров. Хроники пестрят сообщениями о победах и поражениях воюющих фракций. Монахи-летописцы сетуют на несогласие русских князей, виняя их в бедах Отечества. Но истинные причины деструктивных процессов, разрушавших государство, были гораздо глубже жажды наживы и борьбы честолюбий. Князей второго и третьего ряда, не могущих рассчитывать на великокняжеский престол, участие в междоусобицах чаще всего подталкивало нежелание возвыситься, а страх лишиться своих владинь. При непрочности законов наследования каждый чувствовал себя в опасности. Если он не вступал в коалицию с могущественными покровителями, то оказывался в группе риска. Кто-нибудь более сильный мог согнать его с места. Такое происходило сплошь и рядом. Мономах решил проблему князей-изгоев в своей эпохе. Но в каждом новом поколении опять появлялись безземельные и агрессивные рюриковичи. Их число все время возрастало. Они были дополнительным фактором нестабильности. Губительней же всего было то, что от года к году слабели не только политические, но и экономические основания государственного единства. Киев поднялся и утвердил свое первенство благодаря европейско-византийскому транзиту, а затем и собственной торговле с Византийской империей. Однако значение этих экономических связей все больше обесценивалось. Еще в 1082 году Константинополь переориентировался на иного посредника – Венецию. И основной экспортно-импортный обмен с Западом переместился на другую ось. В то же время на Руси возникли новые маршруты, не проходившие через Киев. Западные княжества напрямую торговали с Балтией и Европой, северные – по Волге, с Булгарией и Востоком. Кроме того, развивался внутренний товарооборот между русскими регионами, опять-таки не нуждающийся в участии Киева. Вообще развитие областей, явление само по себе отрадное, вместе с тем ослабляло зависимость местных элит от столицы и заинтересованность в централизованном управлении. Возникла, постоянно укрепляясь, земельная аристократия из числа бояр и дружинников. Это влиятельное сословие было по преимуществу сепаратистским, поскольку не желало вечно перемещаться вслед за своим князем из волости в волость. Выгоднее было выделиться из состава общерусского государства и держаться за свои отчины. Таким образом, политический распад Киевской Руси отчасти стал следствием ее хозяйственного и социального развития. Между тем, на севере созревала главная угроза первенству Киева. Там прочно обосновалась Ростовско-Суздальская ветвь Мономашичей. Довольно отдаленный удел, ранее не относившийся к числу завидных, в новой исторической обстановке оказался очень выгодным. Разорительные набеги половцев этой периферии не достигали. Большинство междоусобных столкновений происходили южнее и западнее, вблизи столицы. Поэтому, пока Киев слабел и беднел, Северная Русь развивалась и богатела. Особенно усилилась она под властью одного из младших Мономаховых сыновей, Юрия Долгорукова. Он получил это прозвище за то, что умел дотянуться из своего Суздаля до самых далеких земель. Долгорукий долго и упорно домогался киевского стола, который никак ему не давался. Дважды Юрий с помощью половцев захватывал Киев, но потом оказывался вынужден уйти оттуда под натиском врагов. Лишь на склоне лет в 1155 году он, наконец, был признан великим князем и оставался им до смерти, но это недолгое, менее чем трехлетнее правление трудно назвать благополучным. Своевольные киевляне северян не любили. После смерти Долгорукого горожане по своему обыкновению строили беспорядки, разграбили великокняжеский двор и прогнали Юрьевых бояр. Пригласили к себе князя из Ольговичей и вскоре тоже прогнали. Позвали Мономашича, но после его кончина опять устроили смуту. В 1169 году на Киев пошел с севера Суздальский князь Андрей Боголюбский, сын Долгорукого. Это был храбрый воин, опытный полководец и весьма решительный правитель. Он первым из северных князей понял вещь, которая, кажется, никому раньше не приходила в голову. Править русской землей нужно не из капризного Киева, а из собственной вотчины. Так будет надежней. Собрав армию из дюжины княжеских дружин, Андрей Юрьевич подошел к столице. Надменные киевляне совершили ошибку, которая очень дорого им обошлась. Вместо того, чтобы, как всегда бывало в подобных случаях, выгнать своего князя и открыть ворота более сильному сопернику, они заперлись и стали обороняться, понадеявшись на крепкие стены. После трехдневной осады стало ясно, что города не удержать. Черные клубуки, входившие в войско последнего киевского великого князя Мстислава Изяславича 1167-1169, ему изменили. Собственная дружина биться насмерть не захотела, и Мстислав бежал. Впервые в истории Киев был взят мечом после ожесточенного штурма и подвергся участи всех городов, которым выпадал этот горький жребий. Победители к стыду своему забыли, что они россияне, пишет Карамзин. В течение трех дней грабили не только жителей и домы, но и монастыри, церкви, богатый храм Софийский и Десятинный. Похитили иконы драгоценные, ризы, книги, самые колокола. И добродушный летописец, желая извинить грабителей, сказывает нам, что киевляне были тем наказаны за грехи их и за некоторые ложные церковные учения тогдашнего митрополита Константина. Великий город был полностью разграблен. Андрей Боголюбский не только не остановил бесчинства, но, кажется, всячески их поощрял. Разорение Киева отвечало планам этого жестокого и прагматичного князя. Он уже основал новую столицу, Владимир на Клязьме, и был заинтересован в ослаблении города-соперника. Самым тяжелым ударом для матери русских городов стал даже не сам разгром, а перенос великокняжеской резиденции в иные края. Старшинству Киева наступил конец. После 1169 года Киев уже не играл ключевой роли в жизни Руси. Конечно, он продолжал быть важным экономическим и, в особенности, религиозным пунктом. Митрополит остался в Киеве, но уже не считался главным средоточием политической власти. Однако и Суздаль, Владимирские великие князья, сместив географический полюс власти к северу, не могли претендовать на контроль над всей русской землей. С утратой Киевом столичного статуса страна вскоре раскололась на две половины, каждой из которых было суждено развиваться по собственному пути. В дальнейшем эта демаркация будет зафиксирована пределами татаро-монгольского завоевания. В 15-м столетии на исходе Средневековья территория бывшей Киевской Руси окажется разделенной между двумя государствами. Прямой преемницей державы Владимира Святого и Ярослава Мудрого станет Северная Русь. Южные и западные княжества, включая мать городов русских, войдут в состав могучей Литвы, чьи владения раскинутся от Балтийского моря до Черного. Характерной особенностью позднекиевского периода является то, что о князьях-изгоях рассказывать интереснее, чем о великих князьях. Каждый из этих неугомонных властолюбцев, обделенных фортуной, яркая личность и незаурядная судьба. Они не приспосабливались к ситуации, а стремились ее изменить и тем самым к добру или к худу, обычно к худу, приводили в движение историю. Количество княжичей, которых ранняя смерть родителя оставила без собственных земель, от поколения к поколению увеличивалось. Отсутствие отчинного права и вечная чехарда с очередным перемещением вверх по лествице, приводили к тому, что молодой человек, еще вчера, надеявшийся стать владетельным, а то и великим князем, вдруг оказывался без средств к существованию. Если осиротевший Рюрикович был смел и предприимчив, он начинал отвоевывать себе княжество силой. С появлением у русских границ половцев заручиться поддержкой какой-нибудь из Орд было нетрудно. Кочевники жили войной и охотно участвовали в любой сваре, поскольку она сулила добычу. Другим поставщиком военной силы была Тьму-Таракань. Поскольку находилась она по ту сторону степи, захватить этот край было легко, а разноплеменного сброда, жаждущего добычи и приключений, там всегда имелось в избытке. Вероятно, если бы Русь участвовала в крестовых походах, первый из которых начался в 1095 году, безземельным аристократам было бы куда направить честолюбие и энергию. Но восточное христианство, как известно, относилось к этой инициативе папского престола с недоверием и подозрительностью. Перечислять все смуты, вызванные князьями-изгоями, я не буду. Получится очень длинно и однообразно. Но о нескольких, оставивших самый заметный след в истории, рассказать стоит. Всеслав Чародей. Около 1029-1101 годов. Князья-бунтовщики, так сказать, первой волны, еще не были безземельными. Они просто считали себя несправедливо обойденными и желали большего. Например, Всеслав Бречиславич владел довольно большим княжеством, которое уже давно находилось на особенном положении и не рассматривалось Ярославом как часть киевской державы. Владимир Красное Солнышко, приняв христианство, отдалил от себя многочисленных языческих жен, причем княжну Рогнеду вместе с сыном Изеславом, тем самым, который спас мать в опочивальне от смерти, отправил в Полоцк ее родовое владение, после чего не числил этого княжича среди своих наследников. Бречислав, сын Изеслава, считал это несправедливостью и во время междоусобицы, последовавшей за смертью Владимира, попытался захватить Новгород. Полоцкие князья считали, что у них есть право на новгородские земли. Тогда Ярослав дал ему отпор, и палачане на время угомонились. Пока киевская власть была крепка, они вели себя смирно. Но у следующего полоцкого правителя, Всеслава Бречиславича, правившего с 1044 года, амбиций было еще больше, чем у отца, а Изеслава Киевского он, по-видимому, считал монархом слабым. Личность Всеслава в высшей степени любопытна. Еще при жизни он прослыл кудесникам и чародеям, которые имел с рождения на голове какую-то мету, язвенно. Что это такое, непонятно. Вероятно, какой-то кожный нарост или приросший ласкут плаценты, поскольку волхвы предписали навязать эту сорочицу и не расставаться с ней до самой смерти. Летописец предполагает, что именно по этой причине князь отличался кровожадностью. Древнерусские авторы оценивают фигуру Всеслава по-разному. Повесть временных лет его порицает, а слово о полку Игореве скорее им восхищается. Скорость, с которой половецкий князь умел перебрасывать свою дружину с места на место, там поэтически описано в знаменитых строках. В полночь лютым зверем отскочил он от Белогорода, окутанный синей мглой. Утр же вознис трикусы, отворил ворота новгородские и расшиб славу Ярославову, перескочил волком с дудуток до немиги. Что такое «утр же вознис трикусы» никто не знает. Вероятно, наутро вонзил шпоры. Интересно, что и обычное для нас словосочетание «лютый зверь» в русском языке употребляется здесь впервые. Исследователи полагают, что имеется в виду какое-то конкретное животное, может быть, рысь. Если так, то слово уподобляет Всеслава сразу оборотню кошки и оборотню волку. В былинах он обращается то ясным соколом, то оленем с золотыми рогами. По смертной славой оборотня Всеслав должно быть обязан превратностям своей судьбы, которая потрясала воображение и современников, и потомок. В 1065 году он затеял воевать с Ярославичами. Псков взять не сумел, зато Новгород в 1066 году успешно захватил и разграбил, даже забрав колокол с храма Святой Софии. Зимой, то есть в необычное для войны время, армия Триумвирата отправилась в Полоцкую землю с карательной экспедицией. На реке Немизе, слово о полку Игореве называет ее Немигой, произошла битва, которую Всеслав проиграл. Следующим летом братья позвали его на переговоры, дав на кресте клятву, что не причинят родственнику вреда. Всеслав с двумя сыновьями, надеясь о целованию креста, переплыл Днепр, но Изеслав схватил всех троих и посадил у себя в Киеве в поруб. Специальную темницу без дверей. Такие возводились вокруг пленников, и сбежать оттуда было невозможно. Вероломство сослужило великому князю дурную службу. Клятва преступления подорвало авторитет его власти и вызвало сочувствие кузнику. А то, что храбрый чародей оказался в Киеве во время народной смуты, нежданно-негаданно возвело Всеслава на престол. Даже автор повести временных лет в этой истории осуждает Изеслава и оправдывает полоцкого князя. Всеслав вздохнув рече «О кресте честный, понеже к тебе веру вах, избави мя от рова, ямы, темницы, сего». Властвовал столицей Всеслав недолго, всего семь месяцев. Потом из Польши вернулся Изеслав, которого поддержал муж его сестры, король Болеслав II. Всеслав пошел было с дружиной навстречу, но, увидев неравенство сил, с всегдашней стремительностью убежал прочь, что было для киевлян полной неожиданностью. После этого еще лет десять он воевал с Ярославичами. Побеждал, бывал вдребезги разбит, затем вновь набирал силу, однако былых высот уже не достигал. С возрастом Всеслав понемногу угомонился и последние годы жизни просидел в Полоцке тихо. Княжество он поделил между семью сыновьями, тем самым подорвав силы своего маленького государства, которое вскоре вслед за тем распалось. Ростислав отравленный. Около 1038-1067 гг. Проживи, Владимир, старший сын Ярослава, на два года дольше, и судьба его сына Ростислава сложилась бы иначе. Эта мысль, вероятно, отравляла молодому князю существование на протяжении всей его недолгой жизни. При этом Ростислав, как и Всеслав Полоцкий, формально не был безземельным изгоем. При разделе Ярослава вонаследие 16-летнему Владимировичу достался собственный удел – ростовская земля. А впоследствии, по кончине дяди Вячеслава, он даже поднялся на нижнюю ступеньку Лествицы, получил Владимир Волынский край. Но при очередном перемещении после смерти дяди Игоря Ярославичи обошли племянника, не пустили его в следующее по значению княжество Смоленское. Ростислав был горд, непоседлив и, по выражению летописи, добр на рать, то есть любил повоевать. По сведениям первого русского историка Татищева, который обладал какими-то древними летописями, впоследствии утраченными, Ростислав был женат на дочери венгерского короля, что должно было еще больше распалять его честолюбие. В стране хватало родовитых людей, обиженных триумвиратом. Ростислав собрал их вокруг себя. История сохранила имена двух самых видных его сторонников – Порея и Вышаты, сына новгородского посадника. С мечом в руках Ростислав отправился добывать себе княжество по собственному вкусу. В 1064 году он захватил Тьму-Таракань, прогнав оттуда Глеба, сына черниговского князя и члена триумвирата Святослава. С одной стороны, Тьму-Таракань вроде бы была меньше Владимира-Волынского княжества, которое бросил Ростислав. Зато она отлично подходила на роль плацдарма, где можно было накопить силы для последующей экспансии. Это отлично понимали и дядья Ярославичи. Святослав не дал буйному племяннику закрепиться в этом стратегическом пункте. Отправился туда с дружиной. Ростислав не мог воевать с могущественным родственником и убрался из города. Не потому, что испугался Святослава, но не желая против своего дяди оружие поднять. Считает нужным пояснить летопись. Однако стоило дяде уйти, как изгой вновь выставил слабого Глеба Святославича и на этот раз сел в городе крепко. Ярославичем теперь было не до далекой Тьму-Таракани. У них в это время началась куда более опасная война с Всеславом Полоцким. Активный Ростислав начал расширять зону своего влияния, облагая данью соседние народы и начиная поглядывать в сторону близкого Крыма, где находилась богатая византийская колония Корсунь. Греки были очень обеспокоены таким агрессивным соседам. Корсунский катапанос, то есть губернатор, русская хроника называет его катапаном, решил проблему традиционным византийским образом. Вступил в переговоры с Тьму-Тараканским князем, втерся к нему в доверие и отравил. Однажды, когда Ростислав пировал с дружиною своей, катапан сказал, «Князь, хочу выпить за тебя!» Тот же ответил, «Пей!» Он же отпил половину, а половину дал выпить князю, опустив палец в чашу. А под ногтем был у него яд смертельный и дал князю, обрекая его на смерть, не позднее седьмого дня. Тот выпил, катапан же, вернувшись в Корсунь, поведал там, что именно в этот день умрет Ростислав, как и случилось. Летописец сообщает, что корсунцы побили отравителя камнями, но это, скорее всего, выдумки. С какой стати было жителям убивать человека, который избавил их от опасности иностранного вторжения? Да и на Руси, когда Ростислава Владимировича не стало, многие, надо полагать, вздохнули с облегчением. Князья, захватывавшие Киев после 1169 года, иногда именовались великими, но, в общем, не оспаривали главенство Владимира Суздальских правителей. На Руси стал доминировать север, однако и он был недостаточно силен, чтобы диктовать свою волю всей стране. Карамзин в истории государства российского сокрушенно пишет о временах скудных делами славы и богатых ничтожными распрями многочисленных властителей, коих тени, обогренные кровью бедных подданных, мелькают в сумраке веков отдаленных. Области одна за другой постепенно переходят от автономии к полной самостоятельности. Зависимость от великого князя определяется его военной мощью и лишь до тех пор, пока она не ослабеет. Перечисление всех мини-государств, образовавшихся на территории Южной и Западной Руси в XII и XIII столетиях, заняло бы слишком много места, а их судьбы мало интересны и похожи одна на другую. Достаточно будет рассказать о нескольких больших княжествах, каждая из которых имела шансы стать преемником киевской державы, но по тем или иным причинам не стала. Первый опыт существования независимого русского государства, не входившего в Большую Русь, собственно, относится еще к киевской эпохе. Полоцкие князья отделились от остальной страны в начале X века, сразу после смерти Владимира Святого, но при этом не отказались от притязаний на другие русские земли, прежде всего новгородские и псковские. Выгодное географическое расположение оберегало этот западный край от печенежских и половецких набегов, а также обеспечивало хорошие доходы от балтийской и европейской торговли. Пик славы Полоцка относится к короткому периоду 1068-1069 годов, когда все слав-чародей по прихоти судьбы на несколько месяцев занял киевский престол. Пока был жив этот энергичный и воинственный властитель, Полоцкое княжество успешно отстаивало свою независимость, а в последние мирные годы правление Всеслава достигло процветания. Но, опасаясь междоусобиц и между наследниками, князь перед смертью поделил свое небольшое государство между сыновьями на отчинные уделы, которые в следующем поколении подверглись дальнейшему раздроблению. В результате Полоцкая Русь пришла в упадок. В 1127-1129 годах Киевский великий князь присоединил ее к своим владениям, а потомков Всеслава выслал в Византию. На этом более чем вековая история независимого полоцкого государства и закончилась. Центр был еще слишком силен, чтобы мириться с существованием анклава, который не желал подчиняться Киеву и в то же время утратил способность к сопротивлению. После 1169 года большим княжеством можно было уже не опасаться бывшей столицы. Вне зоны влияния Владимира Суздальских великих князей появились три государственных образования, каждое из которых было сильнее Киева и само стремилось его поглотить. Чернигов поднялся во времена мсти Слава Храброго около 983-1046 года, который в течение 10 лет делил власть над Русью со своим братом Ярославом Мудрым. С тех пор город считался вторым по значению и богатству после Киева, а Черниговский удел согласно правилам лествичного восхождения доставался признанному наследнику престола. Когда-то эти края были заселены вятичами, северянами, родимичами и отчасти полянами, с которыми впоследствии смешались оседлые обрусевшие кочевни. После Любеческого съезда 1097 года Черниговщина отошла в отчину Ольговичем и стала оплотом этого сильного клана, многократно покушавшегося на престол и трижды его занимавшего. В дальнейшем эта область состояла из двух княжеств. Северного, которым правили потомки великого князя Всеволода Ольговича около 1084-1146 года, и Южного, где сидели потомки Святослава Ольговича, умер в 1164-м. Единого государства эти ветви не создали, но обычно действовали сообща и занимали Черниговский стол попеременно. В начале 13-го века черниговские князья достигли зенита могущества, подчинив своему влиянию дальние русские области, Галицию с Волынью, там как раз шли междоусобицы, и даже Новгород. Расположенная на богатых и плодородных землях Черниговщина находилась в опасной близости от степи. С половцами Ольговичи по традиции неплохо ладили, но эта дружба дорого обошлась княжеству. Когда в 1222 году на Кипчаков с востока надвинулась неведомая орда, монгольские тумены Джебе и Субедея, половецкие ханы запросили помощи. Черниговские князья выставили в объединенное русское войско самую большую дружину и понесли самые тяжелые потери. В сражении на Калке погибли и князь Мстислав и его старший сын. Во время Батыевых нашествий 1238-1239 годы сначала северная, а затем и южная половина Черниговской земли подверглись тотальному разорению. В 1246 году черниговский князь Михаил Всеволодович явился на поклон в Золотую Орду, однако будучи набожным христианином отказался поклониться языческим идолам и за это был казнен, вернее попросту забит до смерти. После этого Черниговское княжество распалось. Смоленску в отличие от Чернигова географическое расположение благоприятствовало. Со всех сторон окруженной русскими областями эта земля иногда страдала от междоусобных войн, но зато не подвергалась неожиданным нападениям иноземцев. К тому же город был построен на перекрестке важных торговых путей. В отдельное государство княжество начало превращаться при внуке Мономаха и, по матери, шведского короля Инге Старшего рачительном Ростиславе Мстиславиче около 1108-1167 годов. В эпоху ожесточенных столкновений между различными партиями этот правитель заботился не столько о расширении владений, сколько о развитии своего удела. Он пользовался поддержкой горожан, которые в Смоленском княжестве обладали довольно широкими правами и покровительствовал учености. Ростислав делал ставку на богатство и крепость своей родовой базы. Эта стратегия оказалась действеннее воинственности иных Рюриковичей и привела Ростислава на Великокняжеский престол. 1159-1167 годы. Но и властвуя в Киеве, он продолжал в первую очередь печься о своей отчине, присоединяя к ней соседние власти. Наследники Ростислава вели себя агрессивнее. Не деля княжества на удел они стремились захватить в личное владение территории, разбросанные по всей Руси и постоянно пытались сесть в Киеве. Например, сын Ростислава Рюрик 1140-1215 годы занимал бывшую столицу целых семь раз, но так и не смог там закрепиться. Во время одного из таких нападений в 1203 году он в союзе с половцами подверг город новому разграблению, перебив часть населения, а другую уведя в рабство. Были разорены даже монастыри и церкви. Победители не щадили и священников с монахами, что знаменовало совсем уж крайнюю степень ожесточения. Следует сказать, что Рюрик Ростиславович вообще относился к религии без пиетета. С этим князем связан уникальный в истории русского православия случай. В том же 1203 году, возвращаясь после разгрома Киева, Рюрик поссорился с союзником, своим зятем Романом Галицким. Тому давно уже надоела супруга, дочь Рюрика, а тут еще испортились отношения с тестем. Роман Галицкий отличался крутым нравом и решил семейную проблему капитальным образом. Схватил смоленского князя, его супругу и дочь, да и приказал всех их постричь в монахи. Так он разом избавился от постылой жены, от тестя с тещей, а заодно от политического противника. По всем канонам Рюрику после этого полагалось отказаться от борьбы за власть два года спустя бывший зять погиб и Рюрик Ростиславич всех поразил, несмотря на возраст, ему было за 60, немедленно скинул рясу и облачился в княжеский плащ. Хотел расстричь и жену свою, которая вместо того немедленно приняла схему, осуждая его легкомыслие, пишет по этому поводу Карамзин. Кощунственный поступок Рюрика Смоленского произвел такое впечатление на соотечественников, что через три с половиной столетия об этом древнем событии поминает Иоанн Грозный в полемике с Курбским. Тем же, которые дерзали расстричься, это на пользу не пошло. Их ждала еще худшая гибель, духовная и телесная, как было с князем Рюриком Ростиславичем Смоленским, постриженным по приказу своего зятя Романа Галичского. А посмотри на благочестие его княгини. Когда он захотел освободить ее от насильственного пострижения, она не пожелала приходящего царства, а предпочла вечное и приняла схему. Он же, расстригшись, пролил много христианской крови, разграбил святые церкви и монастыри, игуменов, попов и монахов истязал и не удержал своего княжения и даже имя его забыто. Высот могущества Смоленск достиг при племяннике святотатца Мстиславе Романовиче около 1160-1223 годов. Владения этого государя простирались от Новгорода до Галича, а в последнее десятилетие жизни он занимал Киевский стол. Мстислав Романович был самым старшим из князей, которые пошли биться с монголами на калку и сложил там голову. Но полтора десятилетия спустя опустошительный поход хана Батыя лишь частично затронул смоленские земли и пощадил их столицу. Поэтому область избежала горькой участи постигшей всю Восточную Русь. Признавая себя данниками Золотой Орды, здешние князья не только сохранили фактическую независимость своих владений, но еще и расширили их, а в 14-м столетии даже стали именоваться Великими. Смоленское княжество вполне могло бы стать колыбелью нового общерусского государства, но потерпело поражение в противоборстве с западным соседом Литвой и на рубеже 14-15 веков было ею завоевано. Новгород был самым долговечным из русских государств в период раздорбленности, а в период своего расцвета и самым большим. Этот анклав просуществовал в автономном, полу-независимом состоянии больше трех веков, поглощенный Москвой лишь во второй половине 15-го столетия. В нашей истории Новгород стоит особняком. В силу ряда факторов его судьба складывалась совершенно иначе, чем у других российских регионов. Некоторые авторы до сих пор вздыхают, что Русь в своем государственном развитии пошла по московскому, а не по новгородскому пути. За период монгольского владычества, когда основная часть страны попала под власть Золотой Орды, а западные земли одна за другой вошли в литовскую державу, новгородщина в культурном, политическом, да и этническом смысле оставалась единственным очагом беспримесной русскости. Жители бывших новгородских владений и поныне считаются эталоном великорусского генетического типа, если считать таковым смешение восточнославянского, финно-угорского и варяжского элементов. При этом новгородская земля, как мы помним, исторически была колыбелью всей отечественной государственности. Именно здесь в середине IX века зародился импульс, приведший к созданию новой страны. Никто наверняка не знает, почему самый древний из русских городов называется новым. Возможно, он считался таковым по отношению к Старой Ладоге, варяжскому поселению, где первоначально утвердился полумифический Рюрик. Так или иначе, если Киев получил прозвание матери русских городов, то их отцом, безусловно, следует полагать Новгород. В киевском государстве положение Новгорода было привилегированным, особенным. Его население пользовалось правами и преимуществами, которыми не обладали другие города. Помимо традиционного почтения к истоку великокняжеской власти, это объяснялось еще двумя причинами. Во-первых, Новгород был северными воротами пути из варяков Грики. Во-вторых, в случае конфликта с центром новгородцам было очень легко позвать на помощь своих соседей, воинственных норманов, что несколько раз и происходило. Однако в 12 веке положение Новгорода претерпело существенные изменения. Значение великого речного пути упало, что ослабило экономическую связь русского северо-запада с юго-востоком. В то же время у Новгорода развились собственные торговые отношения с балтийско-европейскими портами, и Киев в этих отношениях не участвовал. Новгородская боярско-купеческая элита перестала нуждаться в централизованной власти, а у киевских, позднее Владимира Суздальских великих князей, не хватало сил крепко привязать к себе богатую и могущественную область, способную за себя постоять. С середины XIII века после монгольского нашествия у новгородцев появилось дополнительное основание держаться особняком от остальной Руси. Защищенный расстоянием лесами и болотами Новгород не был разорен ордой, а впоследствии избежал оккупации. В этот период республика несомненно вовсе разорвала бы связь сказалось окончательно погибшей страной, если б не одно обстоятельство, сыгравшее роковую роль в истории новгородского государства. Дело в том, что новгородцы, пользуясь выгодами торговли, мало развивали сельское хозяйство. Суровый климат и скудные почвы делали этот труд слишком невыгодным. Проще и дешевле было закупать хлеб у соседей. Однако при всяком конфликте поставки прекращались, и Новгород оказывался перед угрозой голода. Силой оружия подчинить республику было непросто, а надолго там закрепиться и вовсе невозможно. Но зависимость от импорта продовольствия крепко привязывала северян к остальной Руси, прежде всего Владимира Суздальской. В Новгороде всегда существовала сильная Суздальская, потом Московская партия, существовавшая за счет хлебной торговли и отстаивавшая интересы великокняжеской власти. В конечном итоге эта продовольственная зависимость привела к падению купеческой республики. Но сначала давайте посмотрим, как возникло это уникальное для Руси государственное образование и как оно было устроено. Если быть точным, похожее устройство имел еще Псков, но он постоянно находился в орбите влияния своего старшего брата, а то и официально становился частью Новгородской республики, поэтому касаться истории Псковского княжества я не буду. Власть Киева над отдаленной северной провинцией начала ослабевать после смерти Ярослава Мудрого. В течение следующего полувека вследствие чехарды на столичном престоле в Новгороде шесть раз сменялись князья, что поколебало престиж княжеской власти в городе, где издавна была сильна собственная торгово-земельная аристократия. Новгородцы, которые дважды успешно возводили на трон выдающихся правителей Владимира Красное Солнышко и Ярослава Мудрого, всегда отличались своенравием и непокорностью. Еще в период формальной подчиненности Киеву в 1102 году произошел один характерный случай, ставший провозвестником грядущей независимости. Великий князь Святополк Язиславич договорился с Владимиром Мономахом, что сын последнего Мстислав уступит новгородское княжение Святополкову сыну Ярославу. Однако новгородцы с этим не согласились. Они заявили, что не хотят расставаться с полюбившимся им Мономашичем и Святополчича к себе не примут. Город посмел воспротивиться воле двух сильнейших феодалов тогдашней Руси, поставив под угрозу компромисс, который был достигнут Святополком и Мономахом с немалым трудом. Интересно, что Великий князь не стал карать строптивцев, а пригласил их к себе для разбирательства. Новгородские послы прибыли в Киев и повели себя там удивительным для подданных образом. Когда Святополк начал настаивать на своем решении, северяне дерзко ответили, если у твоего сына две головы, пусть приезжают. Поразительная по наглости угроза, произнесенная в лицо монарху прямо в его столице, не только осталась безнаказанной, но послы еще и добились своего. Великий князь поспорил, поспорил, да и уступил. Новгородцы вернулись обратно с Мстиславом, который еще долго после этого у них правил. Авторитет центра совсем ослабил во второй четверти двенадцатого века, когда началось соперничество Мономашичей с Ольговичами. Новгородщина, как и другие русские земли, оказалась втянута в это нескончаемое противостояние, но скоро отказалась быть игрушкой в руках властолюбивых князей и предпочла взять свою судьбу в собственные руки. Сын Мстислава Владимировича, столь любимого новгородцами Всеволод Мстиславич, не пользовался в городе популярностью. Как выразился Костомаров, характер у новгородцев отличался живостью и изменчивостью. В 1136 году они восстали и, сказав «Ты посиди у нас, пока мы поищем себе другого князя», поместили Всеволода вместе со всей семьей под арест. Продержали князя в заточении несколько недель, а потом прогнали вон, обвинив в том, что он не блюдет смердов, то есть плохо заботится о простых людях. С этого момента Новгород переходит от единоличного княжеского правления к правлению коллегиальному, что и дает историкам основания называть это средневековое государство республикой, хотя республиканским установившийся здесь строй можно считать лишь со множеством оговорок. Общественное устройство господина Великого Новгорода Кичливое самоназвание, напоминающее титулование другой средневековой купеческой республики Венецианской, возникло не сразу, но постепенно вошло в дипломатический обиход и стало использоваться в официальных документах. Период максимального могущества территория господина Великого Новгорода составляла половину всех русских земель. Система управления этой большой страной заслуживает подробного рассказа. Ее столица делилась на пять районов, называвшихся Концами, и за каждым из них была закреплена соответствующая область Петина, Лодская, Абонежская, Бежицкая, Деревская и Шелонская. На более позднем этапе, по мере расширения новгородских владений на север и восток, вплоть до Северного Ледовитого океана и Уральских гор, у республики появились колонии, именовавшиеся волостями. Оттуда в метрополию везли товары, меха, пользовавшиеся в Европе неизменным спросом, поскольку без них был немыслим наряд маломальски состоятельного человека, воск, употреблявшийся в огромных количествах для изготовления свечей, сырую и выделанную кожу, мед, моржовый клык. С запада на Русь и дальше новгородские купцы добирались до Средней Азии, везли ткани, железные изделия, вино. Особенным спросом пользовалось красное, то есть любое цветное, но прежде всего именно красное, сукно. Сам город тоже разрастался. В некоторых источниках говорится, что в лучшие времена там жило 400 тысяч человек. Хотя эта цифра вне сомнений сильно завышена, в 14 веке Новгород безусловно был самым большим и самым богатым городом Руси. Его население делилось на три основных сословия бояре, житье люди и черные люди. Все новгородцы, кроме того, неформально делились на лучших и на меньших. Они же старшие и молодшие. В зависимости не столько от родословия, сколько от капитала. Ведь государство жило исключительно торговыми интересами и богатство ценилось выше аристократического происхождения. Юридически все лично свободные граждане считались совершенно равноправными. Бояре были потомками старейшин еще до Рюриковой эпохи и варяжских дружинников. Они владели поместьями, но при этом активно участвовали и в торговле в качестве инвесторов. Непосредственно коммерцией занимались купцы, входившие в сословия новгородского среднего класса, жить их людей, то есть в буквальном смысле домовладельцев. Торговые люди объединялись в сотни, своего рода промышленные товарищества, каждая из которых имела свои традиции и собственный устав. Членство в самой почтенной из гильдий, именовавшейся Ивановское 100, в честь церкви святого Иоанна, обходилось в огромную сумму 50 серебряных гривен. Характерной чертой новгородской торговли было акционерное партнерство. Купец участвовал в операциях не столько личными капиталами, сколько средствами пайщиков, среди которых были и лучшие, и меньшие новгородцы. Особой категорией жить их людей являлись своеземцы, мелкие землевладельцы, которые тоже вкладывали весь свой доход в торговлю. Основную массу населения республики разумеется составлял низший класс, черные люди, крестьяне смерды, а также ремесленники и мастеровые, не имевшие собственного дома. Но и они при малейшей возможности пускали свои небольшие средства в оборот, так что выгодами от торговли в той или иной степени пользовалось все население, за исключением бесправных холопов, неисправных должников, попавших в личную зависимость. Имущественное неравенство в сочетании с декларируемым равноправием порождало обычную для протодемократических обществ социальную напряженность. Вражда между богатыми и бедными почти никогда не затухала, а иногда перерастала в открытое столкновение. В политическом смысле Новгород был очень неспокойным городом. Как водится, обычно верх брала правящая элита, лучше организованная и обладавшая большими ресурсами, но иногда победа давалась ей нелегко. Так в 1257 году произошло народное возмущение, погрузившее город в затяжной политический хаос. Монгольские послы добрались до Новгорода, чтобы собрать с него десятину, обычную дань, взимавшуюся с покоренных областей. Великий князь Александр Невский, бывший в то время и князем новгородским, этому не противился, понимая, что перечить это и боярская верхушка. Но простому народу соображения государственной политики были чужды, о разорении остальной Руси в Новгороде знали только понаслышке, и новый неслыханный прежде побор показался черным людям боярскими кознями. Татарских послов прогнали, городских начальников поубивали, посадили на их место собственных избранников. Наместник, сын великого князя, бежал. Невский явился карать бунтовщиков и подавил мятеж с примерной жестокостью. Кому-то отрезал носы, кому-то выколупал глаза. Но вскоре в 1259 году бунт вспыхнул с новой силой. Татары, заручившись поддержкой Александра, затеяли в Новгороде перепись, чтобы удобнее было исчислять дань. Ко всякого рода переписи внезы во все времена относились с крайней подозрительностью, чувствуя в этой непонятной затее угрозу. Вновь произошло народное восстание. Причем новгородские бояре перебежали во вражеский стан к великому князю и татарам. Таким образом, конфликт из национального превратился в сословный. Поскольку во всяком военном столкновении с внешним противником городское ополчение возглавляли воеводы из бояр, возбунтовавшиеся горожане оказались без командиров и не сумели собрать войско. В конце концов, они были вынуждены смириться, но с этих пор вражда между низами и верхами еще больше усилилась. Бояре стали восприниматься как татарские сторонники, что впоследствии еще не раз приводило к социальным столкновениям. Главной особенностью политической жизни Новгорода был Институт Народного Веча, общего собрания горожан, обладавшего высшими полномочиями. Веча призывала и прогоняла князей, объявляла войну и заключала мир, устанавливала законы, то есть выполняла функции некоего парламента, членство в котором принадлежало всему свободному мужскому населению. Эта форма решения важных вопросов сохранилась с родоплеменных времен и когда-то, по-видимому, существовала во всех древнерусских общинах, но постепенно была вытеснена княжеской властью и в полной мере сохранилась только на Новгородчине. Город был разделен рекой Волхов на две части Софийскую, названную в честь собора Святой Софии и Торговую, где находился главный рынок. Там, на торговой стороне, вокруг помоста и башни с вечевым колоколом обычно и созывалось собрание. Какого-либо регламента и вообще установленного механизма, кажется, не существовало. Понятия кворума тоже не было. Сколько людей собралось, столько собралось. Обычно вече созывалось по воле органов городского управления, но бывало и по-другому. Группа решительно настроенных горожан начинала бить в колокол, требуя решения по какому-нибудь экстренному поводу. Голосование велось на глаз, вернее, на ухо. За какое предложение громче кричали, то и считалось принятым. При этом меньшинство не имело права остаться при своем мнении, требовалось, чтобы приговор был единогласным. Возражающих принуждали к согласию побоями. Если мнения разделялись примерно поровну, такое случалось нередко, собрание могло разойтись на два веча. Одно шумело на софийской стороне, второй на торговой. Распалив себя, оппоненты сходились в драке на великом мосту, соединявшем городские части. Однажды власти были вынуждены даже разломать этот мост, чтобы предотвратить кровавое побоище. Некоторые историки и билетристы, романтически воспевая новгородские вольности, описывают вечевую систему, как утраченный рай исконно русского народовластия, впоследствии задушенного Москвы. Но если это и была демократия, то весьма примитивного, можно даже сказать, дикого типа. От воли черных людей, составлявших основную часть населения, на самом деле мало что зависело. Да и не было у простолюдинов возможностей ни сформулировать свои требования, ни провести их в жизни. Вечевая форма управления была главной причиной внутренней нестабильности в феодальной республике. Со временем в Новгороде сформировалась целая индустрия манипулирования массовым сознанием. Появились свои политтехнологи. Возникли и специфические профессии, не встречавшиеся в других областях Руси. У всякого влиятельного человека, боярина или богатого купца имелись свои крикуны. Это были зычноголосые, хорошо организованные клакеры, способные переорать соперников на ВИЧе. При необходимости крикунов можно было и нанять. В случае чего эта группа поддерживала нужное решение не только луженой глоткой, но и крепкими кулаками. Водились в Новгороде и так называемые ябедники. Люди чрезвычайно опасные. Сговорившись между собой, ябедники начинали навече возбуждать толпу против какой-нибудь заранее намеченной жертвы, обычно из числа городских богатеев. Часто возводили напраслину, благо возбужденная толпа не спрашивала доказательств. Заканчивалось тем, что двор обвиненного в злодействах человека громили, а имущество растаскивали. Потом за проявление народной воли, выраженной на вече, карать было некого. Но главную угрозу общественному спокойствию представляли карамольники. В отличие от ябедников, они затевали смуту не для того, чтобы нажиться на погроме, а чтобы прибрать к рукам власть в городе. Это были заговорщики, которые готовили и проводили вече таким образом, чтобы народ прогнал прежнюю администрацию и избрал новую. Новгородская история изобилует конституционными переворотами подобного сорта. Другой особенностью политической жизни республики были голки, междоусобные столкновения между партиями. Дрались обычно без оружия, голыми руками или палками, так что убитых бывало немного. Однако случались и большие кровопролития. Одной из обязанностей архиепископа и вообще духовенства было разнимать дерущихся, для чего иногда приходилось устраивать целые примирительные шествия с хорубвями и иконами. Органы государственного управления изучать анатомию новгородской власти очень интересно, поскольку отдельные компоненты этого довольно сложного устройства распознаются и в структуре современных демократий. Настоящей властью народная веча, конечно, обладать не могла. Повседневным управлением занимался постоянно действующий правительственный орган Совет Госпо. В него входили высшие государственные чиновники. Все они вне зависимости от происхождения назывались боярами. Количество членов Совета постепенно от века к веку возрастало и в конечный период республики дошло до полусотни человек, председательствовал архиепископ. Помимо текущих административных забот, Совет Господ готовил новые законы и представлял их вечу на одобрение. При площадной системе принятия решений да с заранее проинструктированными крикунами утверждение обычно было формальностью. Наряду с этим коллегиальным органом в республике существовало четыре высших должности, функции которых отчасти совпадали, что часто становилось источником внутривластных трений. Первым лицом, или, как сказали бы сегодня, главой государства считался князь. Однако после 1136 года эта фигура сделалась скорее декоративной. Лишь немногим, особенно сильным личностям, вроде Александра Невского удавалось и то на недолгое время играть в управлении лидирующую роль. Князя приглашало вече, заключая с ним детальный договор – ряд. Этот документ содержал множество ограничений и запретов. Так князь не имел права единолично вершить суд, раздавать земли, назначать на ключевые посты своих людей, собирать дань, участвовать в торговле. За свою службу – это была именно служба, а не монаршее служение. Князь получал единовременное вознаграждение и доход с нескольких строго оговоренных властей. Положение князя было весьма непрочным. При малейшем недовольстве собиралась веча и прогоняла номинального правителя. Если воспользоваться аналогией с современными государственными формами, Новгород был не конституционной монархией, где государь несменяем, хотя лишен реальной власти, а парламентской республикой, которой сплошь и рядом случались президентские импичменты. За первые сто лет существования республики от изгнания Всеволода Мстиславича до монгольского нашествия княжеская власть сменилась в Новгороде 48 раз. Может возникнуть вопрос, почему Новгород вовсе не отказался от князей, этого вроде бы излишнего элемента государственного устройства. Дело в том, что фигура князя новгородцам была не только необходима, но и выгодна. Этот торговый прагматичный народ не стал бы тратиться на игрушечного монарха только ради того, чтобы быть не хуже других. Во-первых, князь был нужен в качестве третейского судьи, не принадлежавшего ни к одной из городских партий, а Новгород постоянно лихорадила из-за вражды между фракциями и концами. Во-вторых, во время войны новгородское войско мог возглавить лишь вождь со стороны. Представитель какой-то одной группировки на эту роль не годился. Но, кроме того, садясь в Новгороде, князь давал тамошним купцам всяческие привилегии в своем родовом уделе. Вот почему чаще всего Веча приглашала князей из соседнего Владимира Суздальского края, с которым республика вела жизненно важную торговлю. Из тех же соображений на более позднем этапе Новгород признавал над собой власть всех московских великих князей, разумеется, сугубо формально. Это, впрочем, не мешало городу по-прежнему приглашать к себе собственного князя, помогавшего поддерживать баланс противоречий и интересов. Высшей инстанцией исполнительной власти, однако, являлся не князь, а посадник. На эту должность человек избирался вечем. С некоторой натяжкой можно считать посадника кем-то вроде премьер-министра. Как это часто случается в республиках парламентского типа, положение главы правительства было шатким. Посадник редко удерживался на должности больше одного-двух лет. Другой ключевой фигурой был Тысяцкий, охранитель торговых, то есть главных интересов новгородского государства. Однако, четкого разделения полномочий между князем, посадником и Тысяцким все же не существовало. Например, во время войны все они занимались сбором и вооружением ополчения. В значительной степени пересекались и их судебные функции. Князь не мог судить без посадника, посадник без князя, а при всякой торговой тяжбе дело попадало в компетенцию Тысяцкого. При такой перепутанности ветвей светской власти фактически первым в республике являлся владыка архиепископ. Его авторитет был неизмеримо положение прочнее, организационная и финансовая база мощнее. Новгород закрепил за собой редкую привилегию. Здешнего архиерея не назначали сверху, а избирали волей народа из числа местного духовенства. Для этого веча собиралась на специальной площадке у храма Святой Софии. Там обычным для Новгорода образом выбирали, то есть, собственно, выкрикивали кандидатов. Три имени, получившие наибольшую поддержку, записывали на листки, которые клали на алтарь собора. Считалось, что окончательное решение по такому вопросу может принадлежать только Всевышнему. Ребенок или слепец брал наугад один из листков, этот кандидат и провозглашался владыкой. До 1156 года он титуловался епископом, затем архиепископом. Этот обычай существовал не только в Новгороде. В относительно недавнем прошлом в 1917 году предстоятель Русской Православной Церкви был избран по тому же древнему принципу. Митрополит Тихон, который на предварительном этапе набрал меньше всего голосов, стал патриархом по жребию. Избранник новгородцев становился архиепископом не сразу. Сначала его возводили на сене, то есть торжественно водворяли на владычьем подворье. После этого приходилось ждать, иной раз много месяцев, пока из Константинополя или позднее из Москвы прибудет митрополит, чтобы ввести новоизбранного в сан. Владыка ведал отнюдь не только церковными делами. Он был хранителем государственной казны, следил за честностью торговли и, как уже говорилось, председательствовал в Совете Господ. Кроме того, архиепископ являлся крупнейшим землевладельцем, распоряжаясь доходами от обширных церковных угодий. Особое архиерейское учреждение «Дом Софии» руководило и религиозной и мирской жизнью республики, для чего у владыки имелся собственный бюрократический штат, так называемые «софияне», починовничи, разделенные на «чины» и «категории». Из заглавенствующего положения архиепископа Новгород иногда называют теократическим государством, но это неверно, поскольку владыка не был единоличным правителем страны, да и религия не играла в жизни торговой республики такой уж важной роли, всегда подчиняясь интересам коммерции. Однако архиерей безусловно был могущественнейшим из новгородских феодалов и по образцу европейских князей церкви даже держал собственный полк, явление для Руси исключительное. На протяжении всей своей истории республика была вынуждена вести трудную борьбу за политическую самостоятельность. На первом этапе, в столетие предшествующее монгольскому нашествию, основную опасность для Новгорода представляла быстро крепнущая Владимира Суздальская Русь. Андрей Боголюбский подчинить новгородчину силой оружия не сумел. Не удалось победить стойких новгородцев и Всеволоду большое гнездо. Однако тот добился своего иными средствами. В руках у великого князя находилась хлебная торговля, без которой республика была обречена на голодную смерть. После смерти Всеволода Новгород сбросил власть Владимирских князей, но проблему снабжения за последующие два с половиной столетия решить так и не сумел. Эта экономическая зависимость не позволяла республике окончательно обособиться от Руси сделаться полностью независимой. Имелась еще одна причина, по которой Новгород был вынужден вновь и вновь просить Рюриковичей о помощи. В XIII веке на западных рубежах возникла новая угроза, даже две. С одной стороны на Новгород нажимали шведы, стремившиеся утвердиться в Восточной Балтике. С другой наступал воинственный немецкий орден меченосцев, который под видом миссионерской деятельности среди язычников создал в Прибалтике собственное государство. Небольшая, но прекрасно вооруженная и организованная армия рыцарей и монахов была грозным противником для новгородского ополчения, состоявшего из непрофессиональных воинов. Без русских князей с их латными дружинами противостоять немцам и шведам Новгород не сумел бы. Отбив с помощью призванного из Руси войска вражеское наступление, республика немедленно ополчалась против своих избавителей. Это воспринималось князьями как черная неблагодарность, но у Новгорода не было иного выхода. С 1259 года, когда Александр Невский силой включил республику в зону ордынского влияния, новгородцы жили в постоянном страхе перед вторжением татар и их вассалов, великих князей. Однако по сравнению с опасностью, исходившей от западных соседей, это зло воспринималось как меньшее. Ведь до Золотой Орды было далеко, и от нее всегда можно было откупиться. А с русскими землями новгородцев соединяли язык, религия и общность культуры. При этом духовенство и социальные низы республики, как правило, тяготели к Руси, а высшее сословие, прочно связанное торговыми интересами с Западом, скорее к Европе. В коммерческом отношении Новгород очень сильно зависел от Ганзы, купеческого союза немецких городов, сформировавшегося в XIII веке. Сам Новгород членом Ганзы не был, но в городе находился один из крупнейших филиалов Лиги, обладавшей правами экстерриториальности. Обмен товарами с Западом и поставки хлеба с Востока – две опоры, на которых держалось благополучие торговой республики. На протяжении трех с лишним столетий Новгороду удавалось балансировать на этом зыбком фундаменте, не только сохраняя самостоятельность, но и постоянно расширяясь на Восток и Северо-Восток. В XIV веке бывшая киевская держава была разделена на три политически обособленных региона – Ордынский, Литовский и Новгородский. Собственно, русское государство утратило независимость. Литовское княжество пока еще находилось на этапе становления. И казалось, что эстафету русской государственности, если ей вообще суждено сохраниться, примет огромный, богатый, культурно развитый Новгород. Десять с лишним лет после смерти Ярослава Мудрого рассказывает повесть временных лет, было явлено сразу несколько пугающих знамений. Сначала на западе взошла большая звезда, лучи имущие, ак и кровавие, и изливала свое зловещее сияние семь ночей подряд. Потом рыбаки вынули из реки Сетомль близ Киева мертвого младенца, невиданного урода, у которого вместо лица были срамнее удовие, а иного нельзя казать и срам и ранее. Хотя, казалось бы, чего уж хуже. К тому же еще случилось частичное затмение солнца. Не бысть светло, но ак и месяц бысть. Летописец предупреждает. Все же бывают сия знамения не на добро. Готовя читателей к рассказу о первом половецком нашествии 1068 года. Вообще-то русские пограничные области уже были знакомы с этими новыми соседями. В феврале 1061 года хан Искал напал на владение Всеволода Ярославича, князя Переяславского, нанес ему поражение в бою, пограбил селение и ушел обратно в степи. Очевидно, это был просто набег за добычей или разведка боем. Большого впечатления на русских нападения не произвело. Хроника сообщает о нем очень коротко. Но семь лет спустя на Русь пришла не одна из сравнительно небольших половецких орд, а войско всего степного союза, на сей раз с целью основательно разграбить всю русскую землю, а то и завоевать их. Что это за народ и откуда он взялся, летописец понятия не имеет и высказывает следующее предположение. Измаил родил двенадцать сыновей. От них пошли торгмены и печенеги и торки и куманы, которые выходят из пустыни. И после этих восьми колен при конце мира выйдут заклепанные в горе Александром Македонским нечистые люди. Мы знаем о происхождении куманов-половцев несколько больше. Этот кочевой народ представлял собой западную группу тюркоязычного кипчакского этноса и называл себя сары-кипчаками, то есть желтыми кипчаками. Русское слово половцы по-видимому является переводом этого самоназвания, поскольку на старославянском половый означает желтый. В начале одиннадцатого века половцы двинулись из туркестанских и западно-сибирских равнин в сторону Европы извечным маршрутом кочевых народов. Да и мотивы были все те же. Давление могущественных врагов с востока, незащищенные и обильные травами пастбища на западе. Частично вытеснив, а частично поглотив остатки печенегов, половцы постепенно расселились отдельными ордами по всему Причерноморью и стали временными хозяевами огромного пространства от Иртыша до Дуная. С этих пор великая степь для русских стала половецкой. Размеры кипчакских владений обуславливались необходимостью кормить огромные стада. Весь народ состоял то ли из 12 то ли из 15 отдельных орд, каждая из которых блуждала по территории площадью примерно в 100 тысяч квадратных километров. Средняя численность одной орды составляла несколько десятков тысяч человек. Для большого похода несколько ханов объединялись и избирали предводителя Кагана Хана Ханов. В войне 1068 года Каганом был Шарукан дед того самого Кончака борьбе с которым посвящено слово о полку Игореве. Навстречу врагу вышло объединенное войско всех троих Ярославичей великого князя Изислава Всеволода и Святополка двое младших братьев к тому времени умерли. Подробностей битвы летописец сообщать не хочет. Он скупо пишет «Навел на нас бог поганых за грехи наши и побежали русские князья и победили половцы». Можно предположить, что помня о былых победах над степняками русские не ожидали встретить такого сильного противника. Впечатление от разгрома было настолько сильным, что столичные жители свергли великого князя Изислава. Об этом подробнее в следующей главе. Авторитет центральной власти был подорван. Таким образом, точкой, от которой следует отсчитывать начало конца Киевской Руси, стало поражение в первой большой битве с половцами. Но покорить державу Ярославичей степному войску не удалось. Два месяца спустя князь Святослав Средний из братьев, в одиночку защищая от половцев свои черниговские земли, всего с тремя тысячами воинов разбил в четверо превосходившую половецкую рать на реке Снов. После этого хан Шарукан возвратился в степь, удовольствовавшись богатой добычей. Русско-половецкая война 1068 года определила баланс сил. Они были примерно равны. Так и останется. Иногда будут побеждать половцы, иногда русские. Чаще нападающей стороной были кочевники, но случалось и наоборот. Русские князья сами вторгались на вражескую территорию. На протяжении 170 лет два народа жили бок о бок в тесном контакте, то врагами, то союзниками, а со временем и родственниками, что, впрочем, не препятствовало войнам. Половецкий период русской истории продолжался вплоть до вторжения монголов. Второе половецкое нашествие, произошедшее через четверть века после первого, оказалось еще более губительным. Снова как водится началось с нехороших предзнаменований. В те же времена было знамение в небе, точно круг посередине неба превеликий. В тот же год засуха была так, что изгорала земля, и многие леса возгорались сами и болота, и много знамений было по местам. В те же времена многие люди умирали от различных недугов, так что говорили продающие гробы, что продали мы гробов от Филиппова дня это случилось за грехи наши, так как умножились грехи наши и неправды, гласит летопись. В 1093 году умер великий князь Всеволод, и над Русью нависла угроза междоусобицы. Следовало ожидать, что сын покойного Владимир Мономах и сын старшего из Ярославича князь Святопол Казиславич сцепятся в схватке за престол. Половцы к тому времени уже очень хорошо разбирались в тонкостях династических взаимоотношений Рюриковичей и рассчитывали хорошо поживиться в ходе назревавшей смуты. Составился новый союз Орд во главе с ханом Тугарканом. Но осторожный и дальновидный Владимир предпочел уступить Иев своему кузену. Половцы передумали нападать на Русь и отправили к новому великому князю послов договариваться о мире. Казалось бы, тучи рассеялись. В бедах которые затем обрушились на русскую землю была повинна исключительно верховная власть. Святопол Казиславич желая продемонстрировать величие своего нового статуса приказал схватить половецких посланников и посадить их в темницу. У этого слабого и непоследовательного правителя припадки кичливости чередовались с приступами паники. Когда возмущенный Тугаркан выступил в поход и осадил важную пограничную крепость Торческ Святополк немедленно выпустил пленников и запросил мира. Но было поздно. Половцы уже не могли повернуть обратно без добычи. Тогда великий князь вновь впал в шапка закидательства и засобирался на войну хотя у него в дружине было всего 800 воинов. На помощь пришли другие отряды но войска все равно было мало. Владимир Мономах уговаривал Святополка продолжить переговоры но тот не слушал. У реки Стугны в которой стояли половцы Мономах опять предложил двоюродному брату не вступать в сражение а решить дело без кровопролития и присоединились к совету этому разумные мужи сообщает летопись. Но киевское окружение Святополка жаждало славы. Русские сами напали на врага хоть река сильно вздулась тогда водою. По тогдашнему обыкновению каждый из трех князей третьим был младший брат Владимира Мономаха Переяславский князь Ростислав вел свою дружину и бились они не под общим командованием а поврось. Этим и воспользовались половцы действовавшие согласованно. Они сначала разгромили главный полк великокняжеский так что Святополка его люди побежали. Потом разбили Владимира а за ним и Ростислава причем последний при отступлении утонул. Случилась эта беда в день вознесения Господа нашего Иисуса Христа месяца мая в 26 день горестно пишет летописец. Но на этом несчастья не закончились. Город Торческ держался но там заканчивались припасы. Бежавший в столицу Святополка отправил было обоз с продовольствием но половцы его перехватили. Через девять недель положение осажденных стало отчаянным они приготовились к сдаче. Желая спасти осажденную крепость великий князь отправился на выручку с новым войском. У городка Желань состоялась вторая битва этой несчастной для русских войны. Поражение бездарного Святополка было еще более сокрушительным. Он прибежал назад в Киев всего с двумя людьми остальные были истреблены пленены или рассеялись. Торческ пал. Половцы не пошли на Киев так как еще не научились брать большие укрепленные города а надменному Святополку пришлось заключить с победителями унизительный мир и даже взять в жены дочь хана Тугаркана. Давно ли византийские императоры и европейские монархи породниться с русским государем считали за выгоду? Теперь же великой княгиней стала дочь степного разбойника. Мирная передышка оказалась недолгой и дальнейшие войны шли с переменным успехом. Так всего два года спустя Святополк в союзе с Мономахом наголову разбили того же Тугаркана, который пал в бою и был с почетом похоронен затем в Берестове Великокняжеской резиденции. Однако перечисление всех русскополовецких войн заняло бы слишком много места. Всего их было не менее сорока, а мелких конфликтов никто и не считал. Один из таких походов далеко не самый значительный, известен нам во всех подробностях, поскольку описан в слове о полку Игореве, шедевре древнерусской литературы. По этой маленькой войне, нетипично в ней лишь то, что в данном случае агрессорами оказались не степняки, а русские, можно легко реконструировать то, как происходили остальные сор. Поэма написана по горячим следам событий 1185 года, когда Игорь Святославич, правитель Новгород-Северского княжества, небольшого приграничного государства, пошел с войском в Половецкую степь. Вначале, разумеется, явилось плохое предзнаменование. Игорь взре на светлое солнце и, видя от него тьмою, вся своя воя прикрыты. 1 мая 1185 года действительно было солнечное затмение, и поход, который замышлялся как долгий и дальний поискать и града тьму таракане, оказался кратким и незадачливым. Вместе с Новгород-Северским князем шли его брат Всеволод князь Курский и племянник Олег князь Рыльский. Неожиданным натиском они опрокинули передовые заставы половцев и захватили кое-какую добычу. С позаранок в пятницу потоптали они поганые полки половецкие и, разлетевшись стрелами по полю, помчали красных девушек половецких, а с ними золото и поволоки и дорогие оксамиты. Покрывалами и плащами и кожухами стали мосты мастить по болотам и топким местам и всякими узорочьими половецкими. Пока победители тратили время на все эти безобразия, ближние орды хана Кончака и хана Гзака приготовились к отпору. Эффект неожиданности и инициативы были утрачены. У реки Каялы, притока Дона, недалеко же продвинулось русское войско от границы, половцы нанесли ответный удар. Как и сто лет назад князья плохо умели биться единым фронтом, дружина Всеволода, атакованная превосходящими силами бесовых детей, заняла оборону, перегородила поле червленными щитами. Игорь пришел на помощь не сразу. Игорь полки заворочает, жаль бы ему мила брата Всеволода. Но поздно. Бишася день, бишася другой, третьего дни к полуднею подоша стязи знамена Игоревы. Князья попали в плен, где их содержали с почетом и не слишком строго. Игорь вскоре сбежал, а его юный сын Владимир остался в плену и женился на дочери хана Кончака. Так что, в общем, все закончилось по-доброму. Это и не удивительно. Князь Игорь был по матери наполовину половцем, внуком хана Аепы, а с Кончаком в прежние времена им доводилось вместе биться против общих врагов. Вся эта война вообще выглядит семейной или, во всяком случае, родственной ссорой. С конца XI века и до начала XIII века ни одна маломальски заметная русская междоусобица не обходится без участия половцев. Всякий князь, которому не хватало войска, без труда находил его в степи. После того, как с исторической сцены сошли варяжские дружины, главным поставщиком наемников в Восточной Европе стали половцы, превосходные воины. Они поступали на службу не только к русским князьям, но и к византийским императорам, и к грузинским царям, и к венгерским королям. Можно сказать, что половецкий элемент постепенно утратил свою первоначальную деструктивность и вписался в хаотичный расклад тогдашних противоборствующих политических влияний. Со временем ожесточенная сменилась более или менее мирным сосуществованием, чему способствовали многочисленные брачные союзы. По меньшей мере дважды Изяслав Ярослаевич в 1094 и Юрий Долгорукий в 1108 великие князья женились на половчанках, а своим сыновьям ордынских невест они подбирали довольно часто. В летописях нет упоминаний о выдаче княжон замуж за ханов, но это объясняется религиозными причинами. Русской девушке, уходящей в Орду, было бы невозможно сохранить свою веру, в то время как половчанки легко принимали христианство. Рюриковичи довольно быстро окипчачились, не только переняв некоторые обычаи и военные приемы половцев, но даже и чисто внешне, что видно по антропологическим реконструкциям. Половецкий мир распался одновременно с крахом древнерусского государства в результате монгольского нашествия. Характерно, что поражение русских и половцев было совместным. В 1223 году во время первого европейского рейда армии Чингисхана русские князья пришли на помощь половецким родственникам и вместе с ними погибли в битве на реке Калке. После монгольского завоевания основная часть кипчаков растворилась в населении Золотой Орды, а отдельные курения разбрелись в разные стороны. Кто-то осел на Руси, кто-то в Закавказье, кто-то на Балканах, кто-то добрался даже до Северной Африки, так что некоторые египетские султаны происходили из половцев. Большой кипчакский контингент 40 тысяч всадников под предводительством Котяна ушел в Венгрию, где король Белла IV женил сына на ханской дочери. Но ни в одной стране половцы не сохранились как этнический анклав, они повсюду были ассимилированы. Такой была судьба исчезнувшего кочевого народа, который сыграл столь важную роль в русской истории. О внутренней жизни половцев мы знаем сравнительно немного, поскольку собственной письменной культуры у них не было и единого государства они не создали, но все же сохранилось достаточно сведений и свидетельств, чтобы составить некоторое представление об устройстве этого степного сообщества. Каждая Орда состояла из родовых объединений курений. Курень подразделялся на коши, большие семейства, во главе которых находились старейшины кошевые. Здесь видна очевидная связь с куренно-кошевым устройством будущих казацких общин, которые возникнут в тех же преднепровских краях несколько веков спустя. Летом половецкие курени кочевали каждый на своей территории, а в холодное время года вся Орда собиралась в определенных местах, которые в русских летописях названы городами, хотя это были всего лишь зимовья. Один из таких станов, Шарукань, впоследствии превратился в город Харьков. Социальная структура Орды состояла из трех неравноправных сословий. Знати, которой доставалась львиная часть добычи, рядовых воинов, каждый из которых владел десятком коней, наконец, колодников, рабов-пленников, носивших деревянную колодку и выполнявших всю работу. Особенную прослойку составляли шаманы-бахсы, жрецы распространенного у многих тюркских и монгольских народов культа неба, тенгрианства. Главный интерес для нас представляют военная организация и боевое искусство половцев, поскольку это был прежде всего народ-воин, и в русской истории он неизменно участвовал с оружием в руках. При относительной немноголюдности каждой орды, да и все половцы вместе взятые вряд ли насчитывали и больше полумиллиона человек, в момент войны у кочевников почти всегда имелось серьезное численное преимущество, потому что взрослые мужчины поголовно садились в седло. Все половецкое войско было конным и передвигалось очень быстро, поскольку имело в изобилии сменных лошадей. Кипчаки не уклонялись от рукопашной, но особенно хорошо владели оружием, действующим на расстоянии луками, дротиками и арканами. Чаще всего степняки атаковали, но отлично умели и обороняться. Когда силы были неравны, половцы выстраивали в круг свои повозки, некоторые из которых оснащались дальнобойными арбалетами. Когда половецкая конница, участвуя в войне с крестоносцами, столкнулась с западноевропейскими рыцарями, выяснилось, что боевые качества азиатов выше. В кровопролитной битве под Адрианополем 1205 год кипчаки наголову разгромили войско Балдуина 1-го фландерского, а самого его захватили в плен. В бою половцы были изобретательны и дисциплинированы, что позволяло осуществлять сложные маневры вроде ложных отступлений с последующей контратакой. В повести временных лет содержится описание одной битвы, по которому можно понять, как именно воевали половцы. Рассказ этот не окрашен обычной враждебностью по отношению к кочевникам, поскольку в данном случае они дрались вместе с русскими против общего противника. В 1099 году западнорусский князь Давыд Игоревич воевал с венгерским королем Каламаном. Дружина у князя была совсем маленькая, и он позвал на помощь половецкого хана Боняка. Противники сошлись у реки Вягар в узкой долине зажатой между гор. Численность русско-половецкого войска летописец знает в точности. 100 воинов у Давыда и 300 у Боняка. Про венгров пишет с обычной для той эпохи страстью к фантастическим преувеличениям. Бебо у гор числом 100 тысяч. Так или иначе, у Каламана имелось значительное преимущество, венгры не сомневались в победе. Когда наступила полночь, Боняк один выехал в поле и начал выть по волчьи. Ему откликнулся сначала один волк, потом множество. Тогда хан вернулся в лагерь и сказал Давыду Игоревичу «Завтра мы победим». Этот странный ритуал очевидно связан с тем, что у половцев волк считался тотемным животным покровителем племени. Наутро венгерские латники выстроились в колонну. Маленькая русская дружина приготовилась к обороне, а Боняк разделил свой отряд на три части. Две разместил в засадах по краям от долины, а третью 50 человек отправил вперед. Эти всадники обстреляли неприятелей из луков, а потом, якобы дрогнув, пустились на утек. Нарушив построение, венгры ринулись в догонку. Неожиданный удар с двух сторон привел их в смятение. Дорога обратно оказалась перекрыта. По образному выражению летописца половцы и русские сбиша угры в мяч, то есть заставились грудиться и стали истреблять яко сокол галитце, как сокол галок. Многие срывались с обрыва и тонули в реке, а больше всего жертв было во время погони, продолжавшейся два дня. Имя хана Боняка в русской хронике встречается неоднократно и всегда с эпитетами безбожный либо шелудивый, но только не в этот раз. А главным героем битвы был другой знаменитый воин, хан Алтунопа, командовавший передовым отрядом. Четыре года спустя Алтунопа сложит голову в неравном бою с русским войском. Вот с какими грозными врагами или полезными союзниками в зависимости от стечения обстоятельств свела история потомков Ярослава. Когда отец Владимира взял в супруги византийскую принцессу, это было из ряда вон выходящим событием, которое поразило современников. Во времена Ярослава брак членов княжеского семейства с представителями чужеземных династий превратился в самый обычный инструмент заключения политических союзов. В ту эпоху Русь была органичной частью Европы, а раскол между православием и католичеством еще не принял окончательного вида, поэтому никаких препятствий не возникало. Более того, члены правящего русского дома, богатого и могущественного, для большинства европейских принцев считались очень выгодной партией. Бывало, что соискателям приходилось долго добиваться этой чести или даже отменять предыдущие матримониальные договоренности. Например, свою жену Инге Герду на Руси ее стали звать Ириной Ярослав отбил у норвежского короля, брак с которым был уже сговорен. Сага рассказывает, что принцесса даже успела сшить для прежнего жениха плащ с золотым аграфом. Но отец Инге Герды, шведский король, предпочел отдать дочь Ярославу, к ту пору еще только боровшемуся за престол. Этот брак был долгим и многодетным. Всем сыновьям и дочерям, или почти всем, потому что точного количества детей Ярослава мы не знаем, великий князь подыскал иностранных супругов. Старший княжич Изяслав родился в 1025 году, получил в жены Гертруду, дочь польского короля Казимира, всецело зависевшего от Киева. Следующий сын Святослав родился в 1027 году, вторым браком был женат на австрийской принцессе Оде. Самая блестящая партия выпала Всеволоду, родился в 1030 году, которому досталась рука дочери византийского императора. Игорь родился в 1036 году, считавшийся одним из младших князей, стал мужем германской принцессы Кунигунды. Еще более впечатляющим был выбор женихов для дочерей Ярослава. Анастасия, видимо, она была старшей, вышла замуж за венгерского герцога Андраша, который скрывался от врагов в Киеве. Через несколько лет, получив от русского тестя помощь, он вернулся на родину и захватил престол. В Венгрии Анастасию называли королевой Агмундой. Елизавета стала женой храброго норвежского конунга Харальда Сигур-Дарсена, одного из военачальников Ярослава. Он очень долго добивался ее руки, даже писал в ее честь стихи, но получил согласие великого князя лишь когда прославился боевыми подвигами, а также разбогател на военной добыче. Этому своему зятю Ярослав тоже помог завоевать трон. В норвежской истории супруг Елизаветы королевы Элиссиф известен как Харальд Суровый. В 1066 году этот грозный воин пал в бою, пытаясь присоединить к своим владениям Англию. Инге Герт, дочь Елизаветы и внучка Ярослава Мудрого, впоследствии стала датской королевой. Довольно неожиданно выглядит брак Анны Ярославны с французским королем Генрихом Первым. Здесь, впрочем, политические интересы большой роли не играли. Русь находилась слишком далеко от Франции. Король посватался к дочери киевского правителя не от хорошей жизни. Католическая церковь тогда запрещала браки с родственниками вплоть до седьмого колена, что чрезвычайно осложняло для европейских принцев поиск невест, поскольку все знатные семейства находились в той или иной степени родства. Отец Генриха, король Роберт Благочестивый, был отлучен от церкви за женитьбу на четвероюродной сестре и, в конце концов, расторг этот союз вопреки своему желанию. Беря в супруги принцессу из отдаленного царства, Генрих мог не опасаться подобных неприятностей. Чем руководствовался Ярослав, отдавая дочь монарху малоинтересной для Киева страны, сказать трудно, но французскому посольству, в котором участвовали два епископа, каким-то образом удалось заручиться согласием великого князя. Анна после долгого путешествия добралась до противоположного конца Европы, где стала супругой, а затем и матерью короля. Так что в жилах всех последующих Капитингов текла кровь Ярослава Мудрого. Примечательно, что русская принцесса поразила французов своей грамотностью. В тогдашней Европе читать и писать умели почти исключительно представители духовного сословия, а уж женщинам подобная ученость вообще была несвойственна. Есть еще довольно туманные сведения о том, что английский принц Эдуард изгнанник, находясь в Киеве, женился на дочери великого князя Агафьи. Однако на этот счет у историков согласия нет. В любом случае Эдуарду не было суждено стать королем Англии, так что если Ярослав и выдал за него дочь, то просчитался. Брачные союзы с чужеземными домами заключали и потомки Ярослава. Эта традиция в той или иной степени сохранялась до тех пор, пока Русь после монгольского нашествия не выпала из состава европейских государств. Однако эти женитьбы и замужества уже не были столь блестящими. Когда страна вошла в период раздробленности, матримониальная привлекательность рода Рюриковичей потускнела. Затем наступит долгий перерыв. Великие князья и цари будут брать себе невест из числа подданных за очень редкими исключениями. Междинастические родственные связи вновь станут нормой лишь в 18 веке, когда Россия вернется на карту Европы. Последние годы жизни старый князь провел в Выжгородском замке. Скончался он 20 февраля 1054 года, оставив сыновьям цветущую державу. Именно сыновьям. Потому что Ярослав ввел порядок наследования всем родам, сделав старшего сына не полновластным властителем, а первым среди равных. Повесть временных лет рассказывает об этом следующим образом. 6562 Представился великий князь русский Ярослав. Еще при жизни дал он наставление сыновьям своим, сказав им, вот я покидаю мир этот, сыновья мои. Имейте любовь между собой, потому что все вы братья от одного отца и от одной матери. И если будете жить в любви между собой, Бог будет в вас и покорит вам врагов, и будете мирно жить. Если же будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим. Но живите мирно, слушаясь брат брата. Вот я поручаю стол мой в Киеве старшему сыну моему и брату вашему Изяславу. Слушайтесь его, как слушались меня. Пусть будет он вам вместо меня. А Святослава даю Чернигов, а Всеволоду Переяславль, а Игорю Владимир, а Вячеславу Смоленск. И так разделил между ними города, запретив им переступать пределы других братьев и изгонять их. Таким образом, Изяслав унаследовал столицу вкупе с титулом великого князя. А еще раньше ему были отданы Новгород и Туров. Чернигов и Переяслав, доставшиеся двум следующим сыновьям, считались богатыми и стратегически важными уделом. Владимир Волынский и Смоленск, завещанные младшим братьям, не могли соперничать с этими ключевыми областями. Совершенно очевидно, что последняя воля Ярослава была продиктована не заботой обведением на Руси твердого закона о переходе монаршей власти, а конкретной ситуацией и мнением отца о способностях своих сыновей. Вероятно, великий князь сомневался, что в случае раздора Изяславу достанет силы и ума справиться с остальными братьями в одиночку, поэтому и возникло подобное пятивластие. История не знает случаев, чтобы подобные конструкции держались долго. Созданная Ярославом система худо-бедно просуществовала полтора десятка лет, но при первом серьезном испытании развалилась. И на этом история первого централизованного русского государства закончилась. Ярославу хватило мудрости на то, чтобы создать мощную державу, но не на то, чтобы обеспечить ее прочность. Впрочем, это вряд ли вообще было возможно. Все раннефеодальные королевства и царства после периода первичной централизации были обречены пережить длительный период феодальной раздробленности, и Русь не стала исключением. Экономические и политические связи между столицей и областями были недостаточно сильны. Для воинского сословия опоры тогдашнего общества личная преданность непосредственному господину значила больше, чем верность далекому монарху и тем более какой-то абстрактной Руси. Люди, еще недавно считавшие себя вятичами или кривичами или полянами, теперь говорили «мы киевляне», либо «мы новгородцы», но не «мы русские». Понятие нации еще не сформировалось. Верховная власть Киева была скорее обременительна, нежели выгодна и для жителей, и для удельного правителя. Из летописи известно, что две трети собираемой дани он должен был отсылать великому князю. Разумеется, гарантией исполнения этой тяжкой повинности могла служить только военная мощь Киева. Если же угроза кары за неповиновение ослабевала, у местного князя пропадало желание делиться доходами со старшим родственником. Так область, еще недавно являвшаяся административной единицей большой страны, превращалась в независимое государство. В конце девятого столетия вещий Олег объединил Русь в централизованную державу. Киевское княжество просуществовало в режиме единовластия меньше двух веков, с перерывом на междоусобицы, происходившие при смене правителей. Во времена шестого монарха, если не считать Регеншу Ольгу, то пятого, страна достигла пика своего могущества, но вскоре после смерти Ярослава Мудрого начала распадаться на небольшие княжества, плохо ладящие друг с другом. Золотой век Киева закончился. Если придерживаться точки зрения, что российское государство несет в себе генетический код двух очень разных цивилизаций, с одной стороны европейской, сложившейся из славянского, византийского и варяжского компонентов, а с другой стороны азиатской, монгольско-тюркской, следует сказать, что первая встреча наших родителей произошла при весьма бурных обстоятельствах. Ей предшествовало зловещее предзнаменование. Хвостатая звезда В канун знакомства, цитирую летопись в пересказе Карамзина, откуда ни возьмись, объявилась звезда величины необыкновенной, и целую неделю в сумерке показывалась на западе, озаряя небо лучом блестящим. В сие же лето сделалась необыкновенная засуха, леса, болота воспламенялись, густые облака дыма затмевали свет солнца, мгла тяготила воздух, и птицы к изумлению людей падали мертвые на землю. Вообще-то это в очередной раз приблизилось к земле комета Галлея. Всякое ее появление приводило наших суеверных предков в трепет, поскольку от одного космического визита до другого проходило целых 76 лет, за это время сменялись поколения, и предыдущее впечатление забывалось. Поскольку в средние века те или иные несчастья происходили часто, небесный феномен иногда совпадал с какой-нибудь бедой. В позапрошлый раз комета Галлея пролетела незадолго перед Половецким нападением 1068 года, и это запомнилось. А вот в 1145 году хроники ничего про нее не пишут, потому что как-то обошлось. В записи же за 1265 год читаем «Явилась на востоке звезда хвостатая, страшная на вид, испускающая большие лучи. Из-за этого назвали эту звезду волосатой. При виде этой звезды хватил всех людей страх и ужас. Мудрецы, глядя на звезду, говорили, что будет великий мятеж в земле, но Бог спасет нас своей волею, и не было ничего». Так что не стоит передавать знамением особенного значения. В ту эпоху Русь была хотя окраинной, но стопроцентной европейской страной, соединенной торговыми, культурными, династическими связями с Западом, который после 1204 года, когда крестоносцы захватили Константинополь, на время вобрал в себя и Византию. Страной, но не государством. Единого государства на восточноевропейской равнине не существовало уже почти целое столетие. Русь проходила через общую для этого периода европейской истории стадию распада первичного государственного образования на все более мельчающие княжеские владения. Страну русославян, я называю этим термином восточнославянскую протонацию, которая впоследствии разделилась на русских, украинцев и белорусов, по-прежнему объединяли язык, культура, религия и родственные связи властителей, принадлежавших к династии Рюриковичей. Но с ослаблением и оскудением бывшей столицы Киева на Руси возникли два новых центра политической силы. На юго-западе строил и расширял свою державу Даниил Галецкий. На северо-востоке властвовало потомство недавно умершего Владимира Суздальского князя Всеволода Большое Гнездо. Впрочем, и на юго-западе и на юго-востоке не прекращались княжеские раздоры, так что не существовало даже и регионального единства. За эпоху, предшествующую монгольскому нашествию, на Руси произошло не менее восьмидесяти междоусобных войн, в среднем раз в два года. Господин Великий Новгород, богатая торговая республика, жил по собственным обычаям и сохранял автономию вплоть до второй половины пятнадцатого века, однако независимости так и не достиг, поскольку не обладал собственной продовольственной базой. Попытки Владимира Суздальских, а позднее московских князей, покорить Новгород являются одной из основных сюжетных линий всей истории русского средневековья. Следует сказать, что насущной потребности в крепком государстве, управляемом единой волей и представляющем собой мощную военную силу, в начале тринадцатого века, пожалуй, и не было. После того, как во времена Владимира Мономаха, еще сто лет назад объединенные русские войска нанесли несколько мощных ударов по половцам, серьезной внешней угрозы для страны в общем не существовало. Степняки продолжали время от времени совершать грабительские набеги на приграничные земли, но это были уже не те половцы, что чуть было не уничтожили киевское государство в конце одиннадцатого века. Они стали привычными соседнями, чаще союзниками, чем врагами. Князья и ханы уже несколько поколений заключали между собой семейные союзы, в результате чего первые несколько ополовечились, а последние несколько обрусели. Эти тесные связи, родственные и политические, явления вроде бы частные и в историческом смысле не особенно важные, стали первопричиной огромной беды, обрушившейся на Русь в 1223 году. Здесь придется коснуться двух очень интересных тем, над которыми рано или поздно приходится задуматься всякому, кто всерьез заинтересуется историей. Первое касается соотношения случайного и не случайного в историческом процессе и в судьбе каждой отдельно взятой страны. Существует две крайние точки зрения. Первое. Движение истории хаотично и представляет собой цепочку совершенно произвольных, непредсказуемых событий. Второе. случайное большого значения не имеет, поскольку влияет лишь на частности, но не на общую эволюцию человечества, подчиняющуюся неким познаваемым, неукоснительно действующим законам, либо непостижимой воле высшего разума. Это уж в зависимости от мировоззрения. Безусловно, существовали объективные обстоятельства, в силу которых Русь была завоевана монголами, политическая слабость вследствие раздробленности, географическое соседство со степью, исторгавшей из своих недр нашествие за нашествием. Наконец, стремление растущей Чингизитской империи занять всю Евразию от океана до океана, что рано или поздно должно было привести монгольские полчища к русским рубежам. Но факт и то, что искра, от которой разгорелся пожар, опалившая отечественную историю и направившая ее в сущность на иное русло, была высечена двумя совершенно случайными, до нелепости малозначительными обстоятельствами. Могу предложить глупую, но при этом вполне соответствующую истине формулировку. Все началось из-за того, что на Руси жил один скучающий человек, и этому человеку не повезло с тестем. В том же лете, повествует летопись о событиях 6372 года от сотворения мира 1223, «По грехом нашим придоши языц и незнаеми, их же добреник тоже невесть, кто суть отколи и зидоша, и что язык их и которого племени суть, и что вера их озовуть я татары». Из уточнения «по грехам нашим» видно, что автор являлся адептом провиденциальной теории. Всякий раз, когда происходило какое-нибудь несчастье, у хроникеров монахов было только одно объяснение «божий гнев». Однако татары пришли не сами по себе, и нельзя сказать, чтобы Русь оказалась жертвой ничем не спровоцированной агрессии. Неправда и то, что русские совершенно не представляли себе, кто такие эти неведомые язычники, поскольку о них подробно поведал язычник, хорошо знакомый и даже родственной Половецкий хан, которого летописцы почтительно называют Котяном Сутоевичем. Половецкий тесть Этот роковой для нашей истории персонаж возглавлял союз западных половецких племен. Он активно участвовал в русских междоусобицах, помогая Мстиславу Удатному завоевать Галич, и во имя политического союза выдал за этого храброго и удачливого Удатного полководца свою дочь, получившую при крещении имя Мария. Когда на земле Котяна с востока напал сильный враг, с которым половцы совладать не могли, Половецкий хан обратился за помощью к знаменитому родственнику, который был многим ему обязан. В несчастной битве на Калке тесть с зятем были в числе немногих уцелевших, а после ухода монголов Котян смог вернуться в родные края и вплоть до Батыева вторжения жил там по-прежнему, то и дело ввязываясь в свары между Рюриковичами. Во время нашествия хан, уже неоднократно битый монголами, благоразумно бежал далеко на запад, уведя с собой сорокатысячную орду, которую приютил венгерский король. Котян во второй раз сыграл зловещую роль для целой страны. Теперь для Венгрии. Хан Бату повел свою армию на это королевство, в том числе и в отместку врага монголов. Но Котян до новой войны не дожил. Венгерская знать умертвила пришельца, неосновательно заподозрив, что он подослан монголами нарочно. Кана не спасло даже то, что он перешел в католичество и выдал дочь Елизавету за наследника венгерского престола. Потомки Котяновых половцев, оставшихся в Венгрии, еще несколько веков сохраняли свой язык и обычаи, а затем ассимилировались. Котян Сутоевич знал, к кому обратиться. Мстислав Удатный был князем задиристым и непоседливым. Он не мог жить спокойно без войн. Когда становилось скучно, уходил на поиски новых приключений. Так, например, он оставил новгородское княжение, хотя тамошние жители его любили и не хотели от себя отпускать. Храбрый, самоуверенный, напористый Мстислав без особой нужды устроил Липецкое сражение 1216 Самое кровопролитное в истории русских междоусобиц. К предложению идти в степь против обидчиков Тестя Удатный отнесся с энтузиазмом. На Руси этот прославленный полководец пользовался большим авторитетом, чему, несомненно, способствовала репутация прирожденного счастливца, добивавшегося успеха во всех начинаниях. Храбрый князь Галецкий, пылая ревностью отведать счастье с новым и столь уже славным врагом, собрал князей на совет в Киеве, пишет Карамзин. На съезде хан Катян говорил, сегодня враги отобрали землю у меня, а завтра отберут у вас. Обычно такие аргументы не действовали. О завтрашнем дне тогдашние феодалы особенно не задумывались, были слишком поглощены сиюминутными заботами, а будущее вверяли промыслу Божью. Для вязчей убедительности Катян еще и крестился в русскую веру. Как мы уже знаем, потом он для венгров перейдет и в католичество. Но главную роль вероятно сыграли щедрые дары, на которые не поскупился изгнанник. Кони и вельблуды и бувалы и девка. В конце концов, Катян с Мстиславом Удатным сумели склонить на свою сторону еще двух важных Мстиславов Черниговского и Киевского. Последний был еще и великим князем. Титул к тому времени почти номинальный, но все равно громкий. За тремя Мстиславами потянулись князьки поменьше. Собралась большая армия из двух десятков русских дружин и половцев Катяна Сутоевича. Перечень Рюриковичей, принявших участие в походе, длинен, но в основном это были мелкие удельные феодалы из окружения Киевского, Черниговского и Галецкого князей. При пестром составе союзного войска в нем не было ни порядка, ни единоначалия. Каждый отряд двигался сам по себе. Самым высоким статусом обладал Мстислав Киевский, но военная репутация Мстислава Галецкого была неизмеримо выше. Оба предводителя, несмотря на близкое родство, они были двоюродные, к тому же сильно не любили друг друга. Относительно размера коалиционной армии достоверных сведений нет. Подсчитывать численность больших армий в те времена то ли не умели, то ли ленились. И так будет на протяжении всего русского средневековья. Ссылаясь на летописные данные, историк Татищев пишет про сто тысяч русских и пятьдесят тысяч половцев. Но это, конечно, цифры совершенно фантастические. Известно, что самый могущественный из русских князей Владимира Суздальски Юрий Всеволодович прислал отряд в восемьсот копий. Он считался небольшим, но все же упоминается отдельно. Вероятно, каждый из трех мстиславов привел по несколько тысяч воинов, а мелкие князья по несколько сотен. К этому нужно прибавить половцев котяна, который, находясь в бегах, вряд ли мог иметь много людей. В целом рать, видимо, насчитывала порядка двадцати, самое больше тридцати тысяч человек, но по тем временам это было очень много. И Татищев наверняка прав, говоря, что такого русского войска давно вместе не бывало. Сборный пункт назначили на Днепре, неподалеку от острова Хортица. Примерно месяц туда плыли ладьи с воинами, подтягивались конные дружины, шли пешие отряды. В начале мая 1223 года наконец двинулись в степь. Все даты, касающиеся сражений на Калке, и даже сам год долгое время были предметом дискуссий. Кто-то из историков относил это событие к 1223 году, кто-то к 1224 путаница произошла из-за того, что летописцы разных областей Руси вели отсчет нового года по-разному. Одни на византийский манер с 1 сентября, другие по-старинному с 1 марта. Поэтому в одних источниках битва значится под 6371 годом, а в других под 6372 сегодня большинство исследователей считает, что баталия произошла 31 мая 1223 года. Возможно, дальнейшие события приняли бы менее катастрофический для Руси оборот, если б не одно постыдное обстоятельство. Узнав о военных приготовлениях князей, монголы прислали парламентеров, которые сказали, что биться не из-за чего, никаких обид русским монголы не наносили, их городов и сел не занимали, а воюют только против половцев, которые причиняют много зла и Руси. По причинам, о которых мы можем лишь догадываться, князья убили этих послов, несмотря на их разумные речи. Скорее всего, инициатором злодейства был хан Катян. Возможно, приложил руку иудатный. Зная его характер, резонно предположить, что мирное разрешение конфликта его вряд либо устроило. Если до этого момента еще оставалась вероятность, что монголы уйдут от столкновения, то теперь сражение стало неизбежным. По монгольским понятиям, умерщвление послов считалось худшим из преступлений. Согласимся, что так оно и есть. Подобное кощунство ни в коем случае нельзя было оставлять безнаказанным. За четыре года до Калки точно такую же ошибку совершили люди Хорезмского шаха, истребили посольство Чингисхана. После этого монголы пошли на могущественное среднеазиатское государство войной и не прекратили ее до тех пор, пока от Хорезмской державы не остались одни руины. Погибли сотни тысяч, а то и миллионы людей. Шах же заплатил за вероломство и престолом, и жизнью. После гибели своих парламентеров монголы просто не могли уйти, великий хан им бы этого не простил. Наверное, Катян хорошо знал этот обычай, и расправа была ученена именно для того, чтобы враг не уклонился от боя. Во всяком случае, когда 17 дней спустя русское войско было на марше, прибыли новые посланцы, этих смельчаков не тронули. Было уже незачем. Они привезли формальное объявление войны, составленное в характерной для полководцев Чингисхана сдержанной манере. Идете на нас? Что ж, идите. Мы вас не трогали. Над всеми нами Бог. Через несколько дней передовые отряды вошли в соприкосновение, завязались стычки. Кажется, с обеих сторон в основном бились между собой половцы, часть кочевников присоединилась к монголам. Дружина Мстислава нанесла довольно большому контингенту какого-то хана гамбяка, половца, поражение. Это окрылило русских, придало им уверенности в своих силах. Враг не казался слишком опасным. Те, кто видел татар, сообщил, что это простые ратники, то есть незащищенные доспехами, которых у монгольских конников действительно не было. Основные силы неприятеля стояли за рекой Калкой. Пора объяснить, откуда в донских степях появились монголы, чей дом находился в нескольких тысячах километрах к востоку. После убийства харезмцами послов Чингисхана. Разбитый шаг, спасаясь, бежал к Каспийскому морю. Вдогонку отправился корпус под командованием двух военачальников Субедея, главнокомандующего, и Джебе. Шаха они не догнали, но назад вернулись лишь три года спустя. Возможно, у них был приказ посмотреть, что находится дальше к западу. Монголы прошли через Кавказ, громя всех, кто оказывался на их пути, добрались до Великой степи, где властвовали половцы, разбили и их. Канкатян побежал жаловаться зятью, и произошло то, что произошло. Численность монгольского войска более или менее понятна, поскольку в армии Чингисхана существовал строгий учет и порядок. У Субедея и Джебе было два тумена, в каждом по 10 тысяч воинов. После долгого похода из-за боевых и естественных потерь войско наверняка передело, но зато к нему присоединились отряды покоренных народов. В общем, в количественном отношении силы сторон вероятно были примерно равны. Иное дело качество. Армия Чингисхана была самым совершенным боевым механизмом своего времени. Русско-половецкая жрать представляла собой конгломерат вооруженных отрядов, действовавших в разброд и не имевших общего командования. Но даже если бы оно и существовало, ни киевские, ни галецкие мстиславы никак не могли бы соперничать с Субедеем, одним из величайших полководцев мировой истории. Субедей 1175-1249 по подсчетам британского военного историка Лидда Лохарта за свою долгую карьеру одержал победу в 65 битвах и завоевал 32 страны. Именно он, а не Чингисхан, был лучшим монгольским военачальником. Судьба этого человека удивительна. Он происходил из северных лесных монголов, которые, в отличие от монголов степных, не были с детства приучены к жизни в седле и виртуозному владению луком. Поэтому первоначально Субедей выдвинулся благодаря не столько удали, сколько уму. По одной из версий, с 14 лет он состоял при будущем великом хане, на первых порах просто прислужником, распахивающим полок шатра. В этом качестве юноша мог наблюдать за ходом военных советов. В какой-то момент ему, возможно, по случайности, было дозволено высказать свое суждение. Видимо, оно оказалось ценным. Субедей был храбр и со временем обучился воинскому искусству, так, что получил почетную приставку к имени богатур, богатырь. Но богатырей у Чингисхана было много. Больше, чем умных и ловких тактиков. Во время войны с сильным племенем меркитов молодой сотник прикинулся перебежчиком и сообщил врагам ложные сведения, что стало причиной их разгрома. С этого эпизода и началось восхождение Субедеи. Чингисхан не придавал значения социальному и этническому происхождению соратников, только их личным качествам. Поэтому сотник быстро стал тысячником, затем темником, а впоследствии и главным полководцем. Своих многочисленных побед Субедей, как правило, добивался не силой, а умением. Даже если у врагов имелось численное преимущество, он вел бой так, чтобы всегда иметь перевес в решающем пункте сражения. Эту беспроигрышную тактику Субедей использует и на калке. Второй полководец Джебе тоже был личностью легендарной. Его имя означало стрела. Он принадлежал к племени Тай-Джиутов, враждовавшему с Чингисханом. Искусный стрелок Джебе во время боя ранил тогда еще не очень великого завоевателя в шею, чуть не переменив ход мировой истории. Попав в плен, смело признался в том, что стрелял именно он. Чингисхан, хорошо разбиравшийся в людях, не казнил отважного Тай-Джиута, а оставил при себе. Через пять лет Джебе уже командовал тысячей воинов, через десять водил целой армии. Вот с какими оппонентами пришлось иметь дело Мстиславу Галецкому, который вместе с ханом Котяном первым ринулся в бой. Удатный был так уверен в успехе, что даже не известил о своих намерениях Мстислава Киевского, очевидно, желал, чтобы вся слава досталась ему одному. «Сие излишнее словолюбие героя, столь знаменитого, погубило наши войска», пишет Карамзин. Великий князь Киевский обиделся и остался на месте, а с ним и большинство других князей. Субедею даже не пришлось маневрировать, чтобы обеспечить себе преимущество в центральном пункте сражения, это произошло само собой. Удатный был опытным и храбрым воином, но очень скоро оказался на голову разбит и побежал назад к реке вместе со своими половецкими союзниками. Там он совершил поступок, имевший роковые последствия для остальной части русского войска. Переправившись через скалку, велел изрубить ладьи, или же, есть и такая версия, разрушил наплавную переправу из ладей, чтобы враги не смогли устроить преследование. Некоторые из князей побежали, даже не вступив в битву, но уйти от легкой монгольской конницы не смогли. Так сложили голову Мстислав Черниговский и еще несколько Рюриковичей. Им, можно сказать, повезло. Участь оставшихся была страшнее. Мстислав Киевский, с ним остальные князья и основная масса воинов укрепились на холме. У Гоши город около себе в колях. Колы — это, видимо, не колья, которых в голой степи взять было негде, а колесные повозки. Расчет, вероятно, был на то, что монголы не станут драться с теми, сражений. В таких случаях обычно договаривались миром. Но монголы не могли отпустить убийц своих послов. Три дня лагерь выдерживал осаду, а когда закончилась вода и припасы, великий князь сдался с условием, что пленники будут отпущены за выкуп, как это и происходило во всех тогдашних войнах. Но только не у монголов. Они никогда не брали выкупа. Это противоречило законам Чингисхана. Переговоры с Мстиславом Киевским ввели не Субедейс-Джебе, а состоявшие при их войске бродники. Так назывались бродячие разбойные шайки, жившие в степи и служившие кому придется, чьи обещания ничего не стоили. За истребление парламентеров великий князь и другие знатые пленники были подвергнуты унизительной казни. Их положили на землю, накрыли сверху досками, и монгольские военачальники устроили на помосте победный пир, задавив побежденных до смерти. Эту ужасную сцену можно считать символом участи, которая через некоторое время ожидала всю Русь. А Мстиславу удатному его удатность не изменила. Он, главный виновник Калкинской трагедии, благополучно добрался до дому. Там он еще несколько лет бронился и дрался со своими соседями, а потом благочестиво скончался, приняв перед смертью схему. До нашествия он не дожил. Летопись не называет количество убитых в сражении, перечисляя только князей, их пало двенадцать, но говоря, что «прочие вои десятыми приди кождо в своя си». То есть погибло девять десятых армии. Такого избиения не бывало от начала русской земли. Причину поражения летописец справедливо возлагает на самих русских. «Итака за грехы наша Бог вложи недоумение недостаток ума в нас». Недоумением, но уже в современном значении этого слова, пожалуй, и ограничилась реакция Руси на страшное поражение. Потомков не может не поражать беспечность, в которой обреченная страна просуществовала следующие четырнадцать лет, вплоть до нашествия. Казалось бы, после такого потрясения следовало бросить все силы на подготовку к новой войне с грозным противником, однако ничего подобного не произошло. «Татари же, взвратиша от реки Днепря, и не сведаем, откуда суть пришли, и кидеся, деша опять», спокойно пишет летописец. Черную тучу унесло куда-то за горизонт, гроза примерещилась. Русь вернулась к своему обычному существованию. В 1237 году она окажется подготовленной к борьбе с монголами еще хуже, чем в 1223, когда князья хотя бы собрали большую рать. Главная причина этой с сегодняшней точки зрения необъяснимой беззаботности заключается в том, что Русь уже не ощущала себя одной страной. То, что происходило в одном краю русской земли, очень мало занимало жителей других областей. Новгородская летопись, рассказав о Калкинской битве, на том же дыхании, как о происшествиях равного масштаба, сообщает, что в то же лето какие-то Твердеслав и Федор построили каменную церковь, а еще 20 мая был гром страшен, так что другая церковь сгорела и два человека погибли. Для новгородцев, которые не участвовали в сражении, местные новости важнее и интереснее того, что произошло где-то в дальних степях. Точно так же относятся к эпохальным для северопотрясениям и южане. В 1242 году, когда Александр Невский с новгородцами разбили на Чудском озере немцев, Галецко-Волынская хроника пишет, в год 6750-го. Не бысть ничтоже, ничего не было. А в 1240-м году, когда татаро-монголы стерли с лица земли Киев, далекий Владимирский летописец записывает это известие в такой последовательности. В год 6748-й у Ярослава родилась дочь и была названа при святом крещении Марии. В тот же год взяли татары Киев и храм Святой Софии разграбили и монастыри все, а иконы и честные кресты и все церковные украшения забрали и избили мечом всех людей от мала до велика. А случилось это несчастье в Николин день до Рождества Господа и больше ничего о гибели матери городов русских. Когда я говорю, что Русь после Калки вернулась к обычному существованию, это значит, что вновь начались бесконечные дрязги с соседями. На севере новгородцы и псковичи отбивались от литовцев и немцев, что не мешало им враждовать между собою и ссориться с русскими князьями. Великий князь Владимир Суздальский Юрий Всеволодович воевал с Мордовой и Булгарами, однако не меньше сил у него отнимали конфликты с собственным братом Ярославом Переяславльским, а по временам братья забывали о своих противоречиях и объединялись против общего врага Черниговского князя. Ярослав Переяславльский, отец Александра Невского, сходил походом на юг и уселся в Киеве, по пути ограбив и опустошив Черниговщину. И вообще мирных жителей, таких же русских, но подданных другого князя, грабили и убивали часто без каких-либо угрызений совести. Это были чужие люди. Своих, впрочем, тоже не жалели. В 1230 году случилась кровавая междоусобица в Смоленске, население которого не захотело подчиниться князю Святославу Мстиславовичу. Тогда он взял город штурмом, а жителей перебил. И вместо того, чтобы объединиться перед лицом страшной опасности, князья все глубже увязали в раздорах. Провидение, действительно, готовое искусить Россию всеми возможными для государства бедствиями, еще на несколько лет отложило их, горько вздыхает Карамзин. А россияне как бы спешили воспользоваться с ним временем, чтобы свежую рану отечества растравить новыми междоусобиями. Сетывание на неразумность русских князей, конечно, справедливо. Однако, следует сказать, что даже если бы Рюриковичи ясно сознавали опасность и объединились, Русь все равно не устояла бы. В 1223 году сравнительно небольшой корпус Субедея и Джебе без труда разбил союзные войска двадцати князей. Четырнадцать лет спустя нагрянет сила, противостоять которой не смогло бы ни одно государство тогдашнего мира. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а для того, чтобы быть всегда в курсе наших новинок, присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Инстаграме, ссылка ниже в описании видео. Субтитры сделал DimaTorzok